и это работа да на вот это работает ребята вот тут он, надо его исправить, как тут редактировать надо было, вот так, да, и, так, и сюда напишем просто так, где тут, сохранить, сохранилось, ну все, так, назад на канал, что творится с этим ютубом, так, здесь пока трака какая-то была, здесь минус а нули все-таки, твинхед драгона положили, так, проблему у Найт Сталкера, Найт Сталкер тоже откидывается в таверну, небольшая драка, в Коге у нас залетает ТБ, у ТБ нету Сандора, минус ТБ, это минус уже два героя, юзует шрайн, пытается драться под шрайном, довольно больно, в принципе, ребят, там, тут очень, вроде урона нету на руках, но есть ауры всякие разные, стаунгейз был использован, и, возможно, ульта вивер, нет, даже без ульта вивер, мы справились, ребята, посмотрим, что там у нас в батллоке показывает, минус три героя было за драку, ну, по-моему, два раза у нас успел умереть, у нас твинхед драгон, 1700 опыта и полторы тысячи голды заработали, ребята, так, ютуб, ребят, тынка, быстренько, сейчас ютубчик сделаем, мой канал, да, вот, все, вроде, я чихнуть хочу. Так, вот, ссылочка на ютуб, в чат скидывают твича, вот, пожалуйста, ребята, у кого лагает или что, ой, ютуб, можете посмотреть на ютубе, что у нас тут творится, так, мгм, нашли здесь все, ой, хороший дримкоил по троим, но проблема у пака, стоит на нем винтерскерс, выживает все-таки, хороший макропиро по двум героям залетает, еще и айсуол отлично стоит, проблемы сейчас начинаются, ой-ой-ой, тут, так, даблстрим пошел, должны здесь забирать еще и двинхед драгона, да, двинхед драгон поплатился, забрали только одного вингу, блин, разменяли раз-два-двух коров на одного кора, плюс сапорта еще в бонусом подарили, ну, не знаю, драга просто ужасная, сложилось, хотя вроде, как бы, начиналось лучшую сторону для команды Team Kazakhstan, будет здесь падать все-таки тавр, так, залетает сюда, нахуй, проблемы у Медузы, нечем просто себя сейвить, разделяется панда, кидается булыжник, булыжник, не попадает, проблемы у Медузы, Медузу сразу отправляется в таверну, здесь могут зацепить еще и Клакверка, Клакверка должны здесь цеплять, проблему Найт Сталкера, Найт Сталкер отбегает, и отпустят ли здесь Вивера, да, Вивера все-таки отпустят. Ребята немножко, чир-чур сильно поверили в себя, Регент находит Найт Сталкер, уходит на верхний лайн, где-то надо что-то подфармить ему, ночь, ну, хотя лучше побегать, лучше побегать по карте. Так, глубокий вард уже поставил у нас здесь Твин Хэд Драгон, но, видимо, ребята решили немножко агрессивнее играть, хотя у них есть ТБ, который больше сейчас он должен сплитить. Так, нашли где-то, да, Винтер Виверну, вот, этот, вард сработал, пожалуйста, вард сработал, плюс Найт Сталкер, и плюс ночь на дворе. Найт Сталкер зарабатывает себе 500 опыта и 300 голды. Неплохо, неплохо погулял ночью. Если бы за то, что мы гуляли ночью, давали бы столько голды, наверное, весь Казахстан гулял бы ночью. А так, обычно ночью мы только деньги тратим. Так, смаки разбивают с четверых, начинают тихонько выходить на Рошена, пойдут, интересно, да? Могут пойти. Да, 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 вот промежуточно просто заходят на Рошена и начинают его грызть. У Рошена теперь проблемы минус 12 армора, и с каждым разом его будет меньше, меньше, меньше. Работают жучки. Так, чекает здесь Айбек, у нас Рошена. Успеют ли они сейчас побороться за Рошена? Скорее всего, нет. Падает здесь Рошена, Никита достается у нас Медузе. Ну, ребята поняли, что туда лезть не стоит, так как нету ультимативных способностей у Бримастера. ТБ находится на другой части карты, и, соответственно, невыгодно было вообще драться. Дэфит макропирует у нас здесь, Твенхэйдрагон. ТХДшечка. Джекерос, давайте будем Джекеросом называть. Тоже по старому, по первой доте я его уже называю. Так, залетают здесь у нас на Мантиса. Мантис топает по земле, старается выломать Коги. И уходит. Скорее всего, уйдет, да? Да-да-да, уйдет. Да, уйдет, уйдет, уйдет. Не стал драться. Так, я твич сейчас через-чур аккуратно переключу. Так, все, ребята, я вернулся, я с вами. Винтер Виверна. Есть Транквилы. Больше ничего особенного не вижу в запаке. Так, ууу, давайте посмотрим Клакверка. Клакверка есть урна. Потихоньку он будет себе варить форстаф. Так, у пака. Даггер пока еще нету, но потихоньку он его выфармливает себе. На хостах бегает на чужой территории. Винги. Mask of Madness, Аквила, Стики и скоро будет Shadow Blade. Вивер. Есть Солер Крест. Это очень больно. Сейчас, если он будет хорошими жучками попадать, то будет очень больно. Так, зацепили здесь Вингу. Должны, должны ее просто сейчас за это наказывать. Винга в минус. Уходят в таверну. Не достали здесь Вивера. Виншу Кочи. Ну, да, есть все-таки Ветра. Должны сейчас по таймингу поймать на Венинг в рифт. Не успел, не успел все-таки уйти. Нет, уходит все-таки Вивер. Но недалеко. Все. Не пожалел. Ульту у нас ТАшечка. Зачем жалеть? Все правильно. Так, скорее всего, упадет здесь Тавер. И в миде. У команды Тим Казахстан. И то же самое должно произойти вот с этим Тавером. Но есть тоже здесь Глиф. Должны здесь его догрызть, ребята. Ой, Сандр используется на Медузу. Промахивается. Хукшел там сейчас у нас. Клокверк. Но не знаю вообще, зачем нужен был Хукшел. Так, зацепили здесь. Винтровиверну. Прилетает сюда еще и Клокверк. Ну, должен уходить. Понимает. Понимает. Он прекрасно понимает, что... Да, почему понимает. Потому что стоит вортец на чужом ХГ. Соответственно, он знает, что кто-то телепортируется. И надо уходить в другую сторону. Солар Крест скоро появится. Он видит сюда еще и Вивер перетягивается. Ух ты. Он сейчас всю движуху спалил. Он знает, ребята сейчас, команда знает, кто где находится. Угу. Винга. Есть уже шидовый амулет. Скоро он уже 400 голды. Чуть меньше, да. Чуть больше. 600 голды. И будет уже ШБ. ШБ. Ну, в принципе, почему нет. ШБ. Сваб ШБ ушел. Угу. Мэджик Миссу. На втором... Второй уровень. Если, да. Есть. 10-15 к сопротивлению. Взял первый талант. У Медузы интересные таланты, кстати, тоже. 30 скорость атаки. 25 к урону. Или 800 к мане. Или 2,5 секунды на длительность стаунгиза. Длится он, в принципе, 7 секунд. Я не знаю, зачем он нужен. 800 к мане будет неплохим бафом для щитка. Угу. Падает Т2 внизу. Ребята идут дальше. Есть дайгер у пака. Но им сейчас, если подраться, то это будет без байбека. Ребята, да, будут драться. Да. У байбеков ни у кого нету. Команда Team Kazakhstan. Проблема у ТБ. ТБ пытался выйти за спину. Неплохо зацепили здесь Вингу. Винга свапает и подставляет своего саппорта. Дальше мы должны полететь за Вингой. Винга оцепляют. Ребята сразу же зацепили ее. Знают, что она там находится. Используют асты. Вингу видно. Винга минус. Клокверк тоже отправится в таверну. Клокверка тоже не отпускает. Зацепили салом. Еще здесь вивера. Смогут ли они дальше? Да, еще раз зацепили салом. И минус 4 просто на дефе. Ребята просто шикарно отдефили свой хайграунд. И добежали за минус 4. Побежали и сделали это. Полторы тысячи голды заработали. 4 тысячи опыта. Это очень много. Сейчас еще упадет Т1. Внизу нету бифа. Но упадет, возможно, не только Т1. Возможно, еще и Т2. Плюс уйдет. Форма скоро заканчивается. Но, в принципе, это особо не мешает. Наглым образом сейчас будем забирать Т1. Неплохо. Так, лидирует у нас пока ТБшечка, в принципе, по нетворцу. Он что-нибудь должен делать. Медуза, главное, не умерла в этом замесе. У нее есть тегида. Но я думаю, если бы Медуза сейчас умерла, наверное, очень больше бы заработали. Ребята. Тут Т2 должно упасть. Ак, проблемы. О, ТБ. Есть Сандер. Свапается он с ТХД. Но должны ребята здесь уходить. Проблема ТХД. Отпустили. Свапа не было. Свап был, но был Сайленс. Был Сайленс на венге. Висел Сайленс. И таким образом ребята просто ушли. Заставили использовать Виндерскерс. Его не будет еще целую минуту. Но зато нету Сандера. Да. Террор Блэд зато выжил. У него скоро будет пика. Ну, так. Пика. Ну, не знаю. Монта пика. По мне, СНЖАшу, наверное, надо было сделать. Вместо пики, может. Ну, хотя. Сейвить себя. Плюс форме, если он нажмет пику, больно не покажется. Проблемы у ТАшки, возможно, возникнут. Но у него есть дайгер, есть шифт. Тяжело вообще-то сейчас зацепить где-то как-то пока. Так, нашли. Здесь у нас Джекироса. Джекироса, скорее всего, не отпустят. Он постарается здесь заюзать все, что ему нужно. Но не получается. Потанцевал немножко. Так, Мантис тут залез в неудачную драку. Ему не стоило вообще врываться в эту драку. Проблемы хукшот. Праймал Спирит юзается. И дальше... Чего? Он пытается на развороте сейчас забрать. Нет. Не будет он забирать. Каменного все-таки уносит. Каменного уносит. Еще 6 секунд будут здесь бегать. Есть стан у него. И дайгер сейчас будет. Ой, хороший. И бум, дайгер. Все. Ну, в свое время на стан. Дайгер. Все. О, а где венгата просела? Венгата внизу просела. На венгу напали, видимо. Пока мы смотрели, как убегает Мантис, внизу венгу забрали. Возможно, венга тоже смотрела, как убегает Мантис. Тоже вариант. Найт Сталкер. День на дворе. Есть Солар Крест. Есть урна. Есть, конечно же, дасты. Обязательный артефакт сейчас нужный. Тут после дайгера потихоньку у нас идет Линкин Сфера. Да, почему бы и нет. И тут есть Винтер Скиорс. Тут же есть тот же Венга Свап. Так что не помешает здесь Линкин Сфера никакой образом. А Крапира сразу же ложится. Ну, крипы не должны здесь. Да, их одеть. Особо не беспокоит их Криппейн. Она за счет своего рейнджа снимает Т1 на топе Медуза. Прилитает вниз. Ребята стараются отдефать. Да. Ну, вытянули, конечно. Ну, толков? Не знаю. Дальше, если никаких движений не было. Просто так телепортировались. А, здесь еще и МС Кофмейд у нас есть у Медузы. Да, видимо, во время Стоунгейза она хочет очень максимально вносить урона. Так, стрелы у нас работают только по трем дополнительным целям. Эффект атаки действует. Так, интересно. 7 плюс целей для сплитшота. Это плюс 10. Получается, в итоге, 10 целей будет Медуза сбивать и изучить талант. На 25-м уровне справа. Давайте по ТБ. Какие интересные таланты есть. 300 к здоровью. 10 перезарядки рефракшн. Рефлекшн. Это у нас что? Рефлекшн. Это первое. 10 ко всем атрибутам. 35 перезарядки Сандора. И 300 к дальности атаки от Метаморфозии. Суууу. 300 к атаке к дальности. Плюс Dragonlance. Ну, это очень много будет. Плюс 500 сверху. Да и сейчас у него сколько рейнджи? Рейнджи, рейнджи, рейнджи. Где здесь рейнджа писалось? Дальность атаки 150. Ну, это без формы сейчас. 150. Да, пока он без формы 150. Как только Метаморфоз прожмёт, тогда и будет ясно, сколько здесь. Пытаются зацепить здесь сейчас Медузу. Ну, жертвует собой Глокверк. Понимаю. Да, Глокверк здесь понимал, что Медуза. Метузы надо сейвить. Если её не засейвить, она без эгиды. И тем более, скорее всего, её не отпустили бы. Так. Ташечка. Есть линкенсфера уже. 18-й левел на руках. Что у нас? Ну, да. 25-й левел. Т-мажор. Так, зацепились здесь Вингу. Винга уходит в ШБ. Юзается здесь дасты. Не должны здесь отпускать Вингу. Винга стоит просто низкий. Ещё и Курьера. Чуть-чуть-чуть было не подрезали. Сумеет ли? Да, подрезал всё-таки Курьера. У Курьера без предметов успел умереть. Так. Могут зацепить ещё и Дузу. Дуза под салом. Мантис залетает на хайграунд. Понял, что там нечего ловить. Уходит. Винтерскёрс на Мантиса. Бьёт его только один. Найтсталкер. Этого мало. Так, StoneGaze разворачиваются, ребята. Спиной к Медузе. Спиной к Медузе. Возвращаемся. StoneGaze ещё не будет целых полторы минуты. И ребята заходят на хайграунд. Давайте рейнджу по теперь посмотрим. 150 плюс 540. Пожалуйста. Ещё 300. Это будет плюс 540. Плюс 380. 340. Очень много, короче. Так, проблемы и тут у Клакверка. Упал здесь у нас уже Т3. Должны здесь аккуратно добивать ещё и... Форма заканчивается. Форма заканчивается не вовремя. И ребята уходят. Хукшот залетает. ТБ, ТБ, Юзует Рефлекшн. Проблемы у всех начинаются. Так, знают, что они здесь по разным сторонам бегают. Ай-яй-яй, УТБ, ЛОУХП. Успеет ли он Сатор Союз? Успевает в донзу Союза Сандер. И тут Айсволл попадает по двум героям. Минус. Минус уже Вивер. Должны здесь ещё и Клакверка забрать. Клакверк минус. Забрали ещё и Вингу. Отпинали внизу. Тут она сама себя, по-моему, отпинала. Это байбэк от двух героев. Винга плюс Вивер. Смогут ли они вообще что-то сделать? Но они на лоу ХП находятся. На данном моменте Казахстан. Зацепили здесь ещё и Вивера. Вивер находится под колдом Брейсом. Успевает Союзу тюльту. Уходят. Ребята забрали сейчас. Проблема у Мантиса. Мантис на лоу ХП. Мантису убивают ребята. Пытается здесь Найт Сталкер выживать. Мансует. Жучки не зацепили. ТА-шка отвлекает на себя внимание. Скорее всего он должен здесь уйти. Уходи. Уходи, ТА-шка. Уходи. Ждал. Ждал до последнего. Стальные яйца у чувачка. Не успел закрыть когами. Даггер есть. Он уйдёт. Скорее всего. Здесь нечем его цеплять. Да. Вроде такой молодой. А шары такие большие. Но в принципе почему бы и нет. Железные красонервы у пацана. И прочекал здесь аккуратно у нас Найт Сталкер. Есть Рошан. Знают, что есть Рошан. Будут сейчас его бить на другой стороне карты. Это просто иллюзия. И перетянется сюда сейчас Мантис. Ну успеет ли он вообще появиться? Есть Праймл Спирит. Но по АШТ-шка не стал приходить. Ребята отдают здесь Рошана. Но должен здесь выживать. В принципе. Да. Почему нет? Выживает. Но зато и гиды досталось. Нет. Здесь и гида. И гида, и гида, и гида. У венги. У венги очень мало урона с руки. 200. И то это за счёт ауры. Ну айтемы. Я не знаю. Может. Может вносят. Может нет. Столько урона сколько нужно. Но ДПС по мне кажется маловат. Я только вижу как она всё время умирает где-то. Если это мейнкерри, он находится на пятой позиции. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть даже. Шестая сверху строчка. Венга. По надворцу. Первая строчка ТБ. Плюс ПАК. ПАК скоро будет уже Шива. Вот ТБшечки. Баттерфляй появился. Бежал. Как убивать теперь ТБ? 2000 хп. Есть Сандр. Но как убивать ТБ? Есть ли у вас хотя бы МКБ? Хотя бы намёк какой-нибудь. Нету намёка. Намёка нету. ТБ становится всё сильнее и сильнее. ПАК тоже со временем становится сильнее. Вот скоро у него вообще появится супер-мега талант. 450-420 голды. Либо, ну не знаю. Зачастую все берут 420 голды. Почему бы нет? Супер-мега просто мажориком будет у нас ТАшка. Он быстро начинает фармить везде, где можно поймать левел. Экспу точнее. 18-й левел у ТБ. На 20-м у него тоже интересный талант. Скорее всего 10 ко всем атрибутам. У Медузы что? У Медузы пока 800 мани. Да, 1800 маны у тебя есть. Но урона сурки очень мало. Так, поймали здесь у нас Медузу. Должны её загрызть. Залетает сюда Клокверк. ПАК затарился в шифт. Должен уходить. Да, вот здесь уходят. И в Когах остались вдвоём. Вдвоём надо только жить. Застрял немножко у нас. Так, залетает сюда ещё и ПАК неплохой. Шива неплохо просто прожалась. Проблемы сейчас будут у Медузы. На Медузе стоит у нас сейчас... Как этот артефакт назывался? Тахалберт. Медуза... Ай, блин, просто зацепила. Сейчас волной ПАКа Вингу. Винга отправляется... А, нет, она не в таверне. У неё есть Аегис. Она выживает. Но ТБ просто сносит. ТБ пофиг. Вы там делитесь, я буду сносить ТАВ. Прекрасный просто залетает здесь ПАК. И сбривает двух героев сразу же. Вы должны здесь ещё и сбрить... Габлайку, ташки. Ну, остановить этого парня, ребят. Нет. Остановить только можно двумя буквами. ГГ. И мы отправляемся домой. Звориорс, к сожалению, покидают турнир. ВЕСК. И на данный момент два из двух, по-моему, встреч казахи против киргизов одерживают казахи победу. Довольно. Смотрите, как прекрасно смотрится вот эта надпись. Победа Тим Казахстан. Аж... Прям стучит сердце. Тук-тук. Так, давайте... Сейчас я вам пройдусь по сетке, посмотрю, что там вообще творится. Брррррр. Ну, творится просто жесть. Так. Вот у нас сеточка. Давай обновим её. Она не сразу обновляется? Ну, Гучи Ганг здесь... Тим Инвизибл против Тим Казахстан. Но время ещё не оформлено. Здесь Зерван. Зерван не знаешь? Инфы нету по ним. Айплей будут играть. Так, здесь есть возможность у команды КГЗ остаться, скажем, в этом плей-оффе в Центральной Азии. В плей-оффе Центральной Азии. КГЗ. Давай посмотрим, кто у них там за КГЗ и за Зерван, кто играет. Так, за КТИМ КГЗ играют такие ребята, как Тлег Естебаев. Это просто... Что такое? Это Steam ID, наверное, да? Айбек Султанов. Нурбек Жалайдин. Нурсултан Раишев. И Тимур Салиев. Если вы их знаете, то скажите, кто такие. А вот за Казахов тут ужасно. Симбиев. Ну, тоже у Казахов проблемы. Мы не знаем, кто из них кто. Но состав команды Зерван это... Мади Арсалимов. Йоникс. Да-да-да-да. Мади Арсалимов. Йоникс. Мейрман. Жакиджанов. Найрман. Да, еще здесь есть Мейрман и есть Найрман. Найрман. Видимо, два брата. Тимур Тимбинов. Тимур Тимбинов и Карим Тохтажанов. Вот такие ребята играют за команду Team KGZ. А, Зерван, точнее. Против KGZ. Ожидаем встречу пока между командами... Кто там был? Team Invisible против Team Kazakhstan. То есть, стак Мантиса. Довольно неплохой стак. Если так посмотреть со стороны... Би-7 на кейре сидит. Мантис играет на оффлейне. На миде стоит Айбек. Еще два саппорта, да? Гот Дем на четверке. Гот Дем довольно тоже известная личность. Плюс Турбо. Это у нас Астанинский игрок. Ну, вообще интересный состав. Так, что? Пообщаешься с народом или музыку поставим? Да, мы уже поставим. Давайте, ребята, музыку небольшую послушаем. Посмотрим, что там творится. Что поставить? Это здесь поставить? Вот здесь же где-то было у тебя. Ты там заходил же куда-то. Вот так давай напишем. Может, что-то интересное появится. Вот это? Ну, мы немножко отдохнуть отойдем. Минут пять. Ой. 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 В. Субтитры сделал DimaTorzok 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 сман five ммн за них играет c13 достан это новичок команды либра старичок команды окама это у нас маленькая с не ошибаюсь и плюс 200 это кто такое это у нас новичок кажется сунья да сунья 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 в составе и play пока изменений каких нету так автоматическая камера не ставится вот так поставим посмотрим что у них там творится так состав командой play black архангел играет на бэйна на бэйне у нас на как его блин забыл этого героя никса будет на них все исполнение у нас бика муфаса уже почти сигнатурный тролль почти каждый раз я его вижу на тролле как только не смотрю экстра у нас будет в миде стоять на разоре внизу на из лейн пришел тайт хантер интересно луафера будет у нас на тайт хантер исполнить аками малик будет на дарксире против тайт хантера видимо стоять с уни играет у нас на аппарате достан это новичок команды команды фейфи спортс бывший сман он и шимкента если не ошибаюсь и сэнкинг у нас c13 роуми щи сэнкинг в виде у нас либра как всегда вайпер да вроде все ребят всех озвучил так что пожелаем обеим коллективом удачи я в принципе за за то чтобы вообще прошла дальше любая другая команда ну душу греют конечно же айплей почему то не знаю так как может из-за того что они постоянно стабильные да вот но игра нестабильная то что мне не нравится последнее время от них игра нестабильная то есть как держится на одном уровне таки постоянно что-то на этом уровне находится так короны в принципе за руны драки не было сразу же он не знает своя не шел на крипчиков здесь у нас стоит никсасасин он пытается сейчас загреть на себя крипов и сразу начинает нажигать минус восемьдесят маны у него соус 90 на руках все пошли два щитка здесь проблем у пола феру тут на спине он прям за спину может выйти сейчас зон кинг прокачал он здесь crack and shell видимо хотел выжить или пожить дольше не знаю опять я вижу 10 тангусиков уходят в леса здесь не будет пока мисс это что такой мув интересный пытался выйти к рипам не получилось тайминг он не поймал пытался отзонить крипов в свою сторону не получилось так проблемы здесь у либры либра вроде справляется так тролль варлорд у нас вот давайте вот такую фигнюшку поставим чтобы видели что творится в общем или под обитым крипом до 4 2 вот так так гоняют здесь дарк сиро дарк сиро пытается выйти на кайпов забрать их за собой и повести под тавр так тайт хантер что он там делает его до сих пор гоняет наверно с того момента по-моему до сих пор у сын кинга есть сапог он не отстанет от него точно в миде минус ну то есть минус урон инфибал сразу же у нас бэйн прокачал инфибал и как бы спокойно стоится сейчас именно троллю здесь все-таки выходит на чужих крипов немножко урона получил и решил сразу телепортнуться на свой тавр дальше забрать рунку понимает что нечем сбить и соответственно он ушел так ребята меня как слышно вообще надеюсь слышно потому что я не знаю вроде слышно да работает вроде фигня микрофон работает тут никс пытается выйти за спину а камы а камы как раз проезжал куарити он его сейчас будет сбивать да пожалуйста минус куарити шела не будет а экстра то не стоит в миде он стоит внизу старается фармить так проблемы у тайт хантера тут очень много урона залетает от тавра еще вторая тычка и минус да умер просто тавера от тавера получил по спине у нас с уни а не получилось видимо не немножко денег заработали ребята из команды рейтинтов немножко бэйн третьего ловила уже вторую инфи баллон сколько минус уже минус 60 урона будет накидывать то вы посмотрите на это это сколько это это минус один что ли сейчас еще и ну вот просто чё это было просто сейчас блэк арханкил поиздевался над дота зависла все отпустила проблема у тайт хантера здесь через чилинг тач накидывает еще и айс вортекс должны просто с руки наваливать айс вортекс сейчас закул даунится нету 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 косы к финале через сэнд-сторм играет у нас игрок команды сман отгоняет пытается но будут бороться до конца стой до конца так руна появилась айхантер забирает эту руну и чужую забирают у нас сэн кинг похолодало у нас и студии довольно холодно лишь бы не просудиться ради вас стараемся так тайт хантер третий левел в 2 прокачанный кракен шелл но не знаю даже с дт у нас никс ассасин его здесь видели на чужом варде соответственно либо сразу же отошел под свой товар и видит всю эту движуху еще и ds и ds понимает что надо уже отойти проблему тайт хантера тайт хантеру очень много проблем не просто проблем стан просто отлетает и нету стана тп-аут скорее всего нечем сбивать он находится на базе кракен шелл вовремя срабатывает и сбрасывать в себя 1 секунду к сожалению стан от цк опять вешается инфибул сколько вообще висит длительность инфибула 20 секунд уже мой 20 секунд кулдауном 8 секунд где урон нету урона смотрите просто уже мой по моему бэк архангел получает урон за счет того что он ударил его тут под коррозив скины на так по крипам что у нас тут у муфас и уль экстр просто шикарный сейчас крипстат так но не знаю это просто какой-то небольшая доминация в начале игры у команды и play за счет просто невероятного скилла инфибул вот пожалуйста юзается вот смотрите за какой дистанции есть не ошибаюсь здесь около 600 минимум 600 рейнджа он накидывает тебе минус 60 урона ты стоишь без урона смотрите просто не может он добить ни одного крипа это просто нечто сверх доминация 40 на 30 40 на 30 утра ля против вайпера как давно вы видели такие цифры ребята у тебя 60 урона есть но из них 58 уходят минус проблемы сейчас начинаются у вайпера скорее всего он отлетит в таверну далеко да далеко не ушел все а это first blood first blood остается муфаси который так просто невероятно далеко находится даже по натворцу по моему да вот пожалуйста 4000 натворца против 1400 у вайпера опять инфибул сейчас нет он все-таки решил себя засейвить поставил себе вардец чтобы за спину никс не заходил здесь стоит центряк это чужой палил немножко проблемы сейчас у либры либера достал все-таки станом если здесь да есть брейнсап есть еще инфибул 2 урона меха не хватает все-таки 2 тычек проблемы сейчас у муфаса немножко загуляли ребята успели отойти ну за счет четырех тп и пожалуйста сон black archangel здесь скорее всего никуда не уйдет закуляли ребята реально они пожадничали просто пошли просто начинать идти за товар выдавить вайпера вайпера выжил его тяжело убить у него есть коррозив скин но не достали ребята чуть-чуть экстра тем временем седьмой левел уже он даже не потратил еще чужой тангус зачем его тратить в лесу у нас дарксер у нас ушел в леса просто от руны до руны живет сейчас у муфаса 6 лел на руках у него 400 голды есть blade of alacrity есть facebook 4000 на творца но это очень много ну в принципе не отстает еще и до 100 на цк у него есть рецепт на беда с есть глобсов хэйс это означает уже скоро будет у него д.д. с д.д. начинает харасить у нас не к соси ну ладно зато в тиски его сейчас зажимают стан будет через три секунды о какой прекрасный мпл от бейки но его не должны здесь отпускать блокирует немножко либра своего сразу же отошел будет стан да стан есть пожалуйста путь в таверну для бейки заказом фраг достается либре которого тяжелые времена были видим неплохой такой бустик для него сейчас хотя при этом у него 1700 возвращается у нас опять никс на нижнюю лайн 9 левел у разорова блин что мы же мое да это очень больно так вайперу еще шестого нету ему сейчас очень тяжело будет в миде если сейчас еще перетянется опять же тот же бэйн у которого скоро будет шестой левел и финс грипп будет очень минцовать так тут нашли где-то цк вместе с дарксиром нашли они никса никса забрали да сколько они потратили то стан реальти рифт и даже очень много урона даже не стало залетать просто убили с двух прокастов тайт хантер уходит вниз да его тяжело убить вообще но зато могут очень сильно по больно довольно больно сейчас отбрасывается за счет кракен шелла сейчас стан с него прожал рэвэдж нет роль здесь но этого мало ой ой привет прилетел сюда еще и блэк архангел и заизал на него так проблемы сейчас у вайпера тут уже вообще по моему сейчас все играет против минус армора достает все-таки не ранжой у нас экстра до вайпера это минус вайпер плюс 168 урона он высосал у вайпера там еще есть еще инфибл ну я не знаю вообще по моему если вайпер присосится к одному плюс инфибл на другого 2 кэри героя просто останутся без урона да ну есть он минус будет значит оверфарм то есть будет только фармить достану надо сейчас только фармить чтобы вытащить эту игру а ее очень тяжело вытащить потому что если ты не сделаешь бкб здесь есть тайт хантер который сразу распознает где это из своих иллюзий а если ты сделаешь бкб и будешь его нажимать то на тебя будут висеть пин с гриппом да тяжело будет сейчас вайперу надо тоже где-то находить фарм где-то тоже при этом на тебе постоянно висит инфибл третьего уровня инфибл третьего уровня минус 90 урона на 20 секунд за мисси он успеет как минимум два раза закинуть так как улдаун здесь 8 секунд так здесь потихоньку начинает выходить на цк плюс здесь проблемы могут быть у аппарата есть венди это скорее всего в соло положат он твой аппарата но аппарат чувствует что здесь что-то не так нашли здесь никса ну дальше чего присосался здесь немножко у нас экстра дальше бегут ищут должны здесь забирать тавр санкинг здесь пытался что-то сделать не достает станом санкинг по никсу так ну давайте забирайте аппарат это он уже долго живет здесь да здесь минус аппарат проблемы здесь у начинаются у экстра экстра особо не волнуется за счет этого стан по цк стыка не должны здесь отпускать пришел сюда еще и darkseer вешает щиток на санкинг ну дальше что ребята просто не знаю немножко подрались подрались откинулись с пламени не отпускают здесь на тп цк минус цк аравако еще и достает либру здесь не должны вайпер отпускать нечем просто его сэйвить зато есть ну давайте дальше что так цк санкинг здесь может убить час и качает ульту эпицентр по тайт хантеру минус тайт хантер загуляли просто ребята из команды айплей потеряли при этом минус трех героев но забрали двух вайпер плюс цк но по моему драка все-таки сложилась в пользу команды сман на 1600 заработали и три тысячи опыта больше отдали ребята из команды айплей нежели заработали странно можно было нажать карапасики ударить карапасики и не выпустить ну понимал что он не убит его скорее всего не стал ничего тратить 8000 натворцу муфаса есть яша скоро будет бкб есть эндж яша и скоро будет бкб тайт хантер начинает потихоньку да соберет он сейчас по моему после этого крипа сразу же себе аркантапки аркантапки есть здесь смог вылазка в нижний лайн втроем пытается за спину выйти они знают что ребята бьют тавар и нету ульты и ульты не будет нааак так проблемы они знают что раваги тоже нету и ульта хорошая залетает от аппарата теперь надо цеплять тайт хантера тайт хантер сразу понял что надо бежать в другую сторону разминули то есть опана вот проблемы реалити рифт проблемы у тайт хантера заморозится ли он сейчас должен нет без заморозки сенкинга кстати на 15 минуте уже есть дайгер должны здесь хотя бы т1 забрать разменять свою вылазку сделать еще в плюс но при этом потеряли ребята т2 на миде пока они тут бегали убивали одного тролля вместе стать хантером потеряли в миде тавар у либры проблемы он тоже начинает потихоньку варить себе мидас понимает что он нужен 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 ребятам где-то находите к спу вместе с деньжатами бак архангел стоит чекает что да как творится на карте ждет жертву возможно или пытаются выйти за спину либре они понимают что четыре героя находятся внизу и сейчас финс гриб будет по либре и скорее всего он здесь упадет достанет нет не достал как же пятая точка сработала у либра вовремя развернулся ушел в другую сторону ой-ой-ой тут прочекали рошана здесь хороший ульт от аппарата залетает ребята будут ли бить его дальше нет не стали все таки понимают что перетяжка есть на не стоит плюс на тебе висит ульт аппарата зачем вообще драться да да конечно надо уходить разор есть барабаны пол бкб уже на руках ребята видели что здесь есть два мидаса и сейчас команда айплей просто начинает потихоньку варить тебе бкб будут заходить к тебе на хайграунд а у тебя мидас вот так вот соответственно да ребятам сейчас где-то прожать смоки они хотят их прожать а здесь стоит чужой вард и нельзя их здесь прожимать догадаются ли они о том что здесь стоит вард ну как минимум должны немножко догадываться так вот роля дальше все больше 9000 на творца против 6 у цк у цк только пт и свиток армлета не хватает не хватает чуть-чуть ему сколько 200 голды не хватает ребята скорее всего ждут сейвит своего кэри потому что ему нужно дофармить армлет и вместе с ним можно уже начинать какие-то интересные смог вылазки тролль все-таки доберет нижний тавр но отходит отходит увидел здесь двух чуваков которые прожали видимо смоки и лучше отойти да не рисковать не рисковать сейчас мафа нельзя ни в коем случае блэк архангел сразу же перетянулся вниз понимает что если сейчас пойдет фокус по троллю надо его как-то сейвить здесь проблему и суни суни скорее всего отлетит в таверну его здесь не должны отпускать успевает все-таки заюзать ульту но бессмысленно просто добивают нижний тавр ребята ой ой здесь блэк архангелу надо было чуть-чуть наглее сыграть хотя здесь стоит санкинг санкинг здесь стоит и ребята сразу поняли после того как тролль отошел они сразу же поставили сюда центряк ну решили не одним обойтись а двумя чтоб сломать один вардец потратили 200 голды на один вард дожимай плохо для них пока начало что у нас давай по натворцу посмотрим так это не то у меня чего не как а у меня не вот здесь да кажется вот f1 это у нас натвор 7500 пока у нас по натворцу лидирует айплей по опыту скачки небольшие есть но 6000 опыта тоже впереди айплэчки отыгрываться надо где-то так первый талант пошел от вайпера недавно что ли получил 10 уровень да недавно только получил 10 уровень купил себе свиток хэндов мидаса на двадцатой минуте у тебя 10 левел ты покупаешь себе свиток хэндов мидаса там уже бкб готовы ребят ну я не знаю ну хорошо решение его ему виднее так тут смог вылазка могут сейчас здесь найти разора разорчика нашли но есть ли смысл с ним в него харасится у него тысячу у него две тысячи жизней блин не попадает ульта аппарата проблему сын кинга могут у самого него возник ульта первая вторая то есть ульта и в итоге ты снес ему тысячу хп какой толк так теперь вот сейчас могут быть проблемы равага по двум подпадает должны здесь забирать разора разора все таки толпой загрызли а зато ребята несут низ два тп вниз проблемы у сын кинга сын кинг отправляется в таверну отменяют ребята тп понимают что здесь им будут рады их будут принимать здесь на ровном месте и ребята постараются еще отхарасить и муфаса идет дальше он понимает что у двух героев нету тп сын кинга вообще нету и пока вы дойдете со своими мидасами здесь их начинают встречать пока муфаса там начинает кипиш делать опс и накидывает еще и инфибал на цк куда ушел муфаса эх муфаса ты где ты вообще на топе да уже я думаю ты будешь грызть этот тавер не стали ребята просто мап контроль на данный момент у команды айплей просто сильная макро сейчас решает все проблемы долго здесь падает рошан хотя разгоняется здесь уже муфаса перетяжка от вайпера бика всю эту движуху видит будет ли он стан давать или ударить да есть удар есть стан сын кинг залетел хорошо но все пожалуйста минус один минус два вот сейчас упадет и третий проблема у ромы рома сейчас нет все таки успел заюзать не дал ударить и дальше пошли опять рошана заберем минус два и рошан две тысячи опыта семьсот голды просто заработали на ровном месте ребята увеличили свои преимущества сейчас еще упадет рошан здесь будет эгида и попробуй пожалуйста убить тролля ребята будут догрызть догрызать сейчас вот этот последний тавар внешний наверное и будут заходить на хайграунд на двадцатой минуте это айплей который сразу же чувствует когда ты слабину даешь они сразу уже начинают давить чуть-чуть только даем возможность и они сразу пользуются этим то что нравится именно мне в айплей вот пожалуйста battle trance и минус тавар так бика потихоньку контролирует ситуацию он ждет пока здесь вайпер где-то будет использовать тп нет вайпер идет пешком так ровага залетает только по одному герою так поймали еще и в финс грипп успевает вакуумом сбивать хороший залет от сенкинга минус аега минус бэйн должны здесь как-то толпой забрать еще и муфаса муфаса включает бкб начинает нарезать с руки успевает здесь за счет скорости уйти у нас вайпер и цепанули здесь разора разор немножко не с той стороны выглянул мисс коммуникейш ну ребят произошел ой 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 здесь еще и сейчас санкинг цепанет тайтхантера или муфасу заденет да нет не стали не стали бежать дальше заметили поздно точнее только один санкинг был впереди а вся команда находилась очень далеко от него так что толку того что ты цепанешь если мы никого не убьем все правильно отличная драка сейчас произошла для команды фейф экс фейф ну чуть-чуть они перевернули здесь по опыту немножечко но по экспедиции до тысячи голды или две полторы тысячи голды вернули но все равно пока впереди у нас команда и плей находится black архангел у него уже скоро будет это у нас наверное как это называется глимер будет скорее всего видят здесь достану достану проблемы стан по нему и ты отправишься домой достану достану отправился домой загулял немножечко парень без виженов армии шейншентов которые такие ужасные блин когда наносят вот этот минус армор и тебе очень больно и c13 дальше начинает дефать у него в старших тут фазбаре стоит и гем против никса обязательно нужен гем ну или наставить карту с энтерями ну как ты их наставишь ой смотрите как удачно здесь стоит вард а нет оказалось неудачно все-таки какой-то пикселем центряк доставал и блэк архангел идет ставить свой центряк опа крипы заметили центряк и сносят центряк минус центряк зато есть здесь обсерв который палит всю эту движуху ну ну не знаю вардинг вроде хороший обычные стандартные варды зато обзор большой передвижение видно внешних товаров вообще не осталось ребят вроде есть а не эгиды нет эгиды нету скоро будет уже скади здесь у тролля ну тролля 2200 хп и при этом бкб как вообще тролля убивать не знаю у тебя за спиной стоит тейтхантер с даггером у тебя есть бэйн который тоже может подсейвить например тем же найтмейром ну короче какая то грязь тут творится смок смок вылазка да что нужно делать когда у тебя проблемы начинай берешь покупаешь смоки и идешь кого-то убивать где-то кого-то убить так здесь они сейчас могут спалиться ищут они сейчас здесь байна байна они не встретят зато встретят тролля тролль сразу же не успел он поражать бкб и за это поплатится нашли они хороший фраг для команды сын забрали они мейнкор остановили небольшой его перифарм просто заработали на нем 1200 голубые ребята всей толпой заработали тут проблемы усунью раскидывать всем что есть но у него больше ничего нет прожимается бкб тп аут его нечем сбить и дайгер аут от никса уходят просто наглым образом вышли забрали саппорта и ушли дальше у вас есть стики ой 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 блэк архангел просто погибает от сен шторма отличная игра под c13 он понимал что вот здесь что-то не так падает здесь т2 ну и грудь но все-таки перевернули ребята а зато тайт то сплитит тайт сплитит у него 15 левел минус плюс 25 процентов к снижению урону от анчер смеш и у него итого 85 этого очень много ты не наносишь просто никакого урона с руки и вот пожалуйста ребята его будут где-то до следующего года бить а он не за горами и накидывать все что можно на поле в четвером где-то целую минуту наверное за ним бегали просто бить не могли небольшой переворот есть пока небольшой но он есть высвечивается он за горами тут проблемы могут быть сейчас опять у либры ребята второй раз по моему здесь их цеплят прошлый раз здесь зацепили цк а здесь сейчас могут быть проблемы у либры и накидывает назертоксин быстрее чтобы зафармить спот и курьерчка курьерчка облапал у курьера то на руках было ну ничего но все равно это плюс 150 голды каждому 750 это очень много да 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 беда не проходит одна не просто значит у нас там стоял бика бика зато с гемом выпили видимо гем до прошлый раз нет 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 это свой гем они купили муфасы есть бкб окей в принципе есть деньги на второй ультимейт орб скоро будет 20 левел 20 процентов к уклонению или 50 кроха да Krystal тот выбор по моему в сторону всё-таки урона будет так как там сурки а хотя нет тут сурки очень больно может быть и хаос тут спорная ситуация немножко реальти риф по моему есть да где то что проходит сквозь невосприимчивость магии вот на двадцатом левеле либо ты выберешь реальти рифт который проходит через бкб либо 150 голды ну тут по моему выбор в сторону реальти рифта скорее всего будет сэнд кинг так ребята чего у вас тут смоки есть да смоки появились я смотрю нет нету смоков нету смоков вы просто начинаете просто ходить по карте не прочекали так сэнд кинг давай ты прочекаешь на он чекает нету здесь вардов вот здесь стоит чужой вард дивардинг аккуратно идет ребята просто прекрасно понимают это сэнд кинг прошелся не по тем спотам да должны видеть да почему ты как ты промахнулся сэнд кинг из-за тебя просто сейчас накажут заходят просто шикарная равага по пятерым героям муфаса активирует бкб и уничтожает сэнд кинга в соло дальше залетает в толпу и начинают харасси цк цк должен здесь погибать цк нажимает шб уходит с этой драки врывается еще и экстра экстра должен здесь забирать ла фера ла фер акам акам и точнее акам я прошу прощения минус 2 героя ну просто один промах сэнд кинга решил грубо говоря драку потеряли гем потеряли двух героев через десять секунд появится здесь нет через минуту почему тогда здесь таймер не очень какой-то таймер странный здесь горит здесь через полтора минуты будет хорошо хорошо какая-то ужасная смог вылазка была для команды сман покупает себе томов но лучше сэнд кинга он быстро хочет 18 до фармить либо ну не знаю как можно было промахнуться станом если бы он реально попал сейчас по никсу наверное никс бы очень быстро отлетел хотя там врывался и тайт хантер не может быть что-то не то было все равно промах есть промах тут ульта аппарата залетает в рошпит там никого нет то и решена самого нет нарушен появится через 48 секунд опять вторая игра так станом попал только по одному герою тут бкб активируется стан отлично просто залетает отбить и по двум героям минус два героя зацепили здесь либры у либры нету ничего чтобы здесь уйти найтмейром его закрывают здесь он далеко не уйдет минус либра минус три героя байбэк у нас есть нет сейчас глянем байбэка у нас нет и ребята куда вы пошли вы идете за очередным фрагом да есть очередной фраг есть гейм на руках ты далеко не уйдешь достан родной все и уйдешь таверну тебя наказали остался один ну смогут ли его сейчас зацепить запорница с шипами нет не достает вот теперь достал зацепили шипами здесь скорее всего нет не стали занимать и начинают ломать топ минус одна таверна минус вторая таверна не чем драться через 10 секунд только появится вайпер через пять появится у нас сын кинг ну ребята зато потеряли только одну сторону могло бы обернуться по-другому семнадцать тысяч лидерства команды айплей над командой сама может это из-за того что фей вы давно не играли я не знаю ну вот реально как бы объяснить то что вот этот ты их не ужасную игру или хорошую игру от айплей просто не знаю что комментировать здесь пока пока в одну калитку чтобы не старалась например сделать с ман тяжело им что-то исполнить прошанчик упадет сыр аегис пожалуйста сыр достанется у нас разору нет да все таки отдали отдали ему и даже не знаю так чем там у нас чему звук опаздывает звук если опаздывает может как этот называется перезагрузите попробуйте перезагрузитесь стареем тут наглым образом грузу т3 хотя бы гор протекшн действует но все равно муфаса такой упертый дальше харасит понимает во все крипы подошли можно харасить тавар надо отойти а то колд фит заморозка все не будет заморозки и начинают наваливать по таверу не боится ничего чего бояться есть бкб есть аега тут залетает ульт аппарата но только зацепил просто хвостиком муфаса муфаса скорее всего откинется муфаса откинулся хорошая стяжка под стан от сэн кинга до эпицентр но все это никуда не годится залетает в тебя тайтхантера инфиба финс грипп работает по либре это минус либра у него нету байбэк а сэн кинг байбэкается есть байбэк все-таки от либры докупился тут муфаса начинает харасить с руки у него есть бкб он просто сейчас навалит всем да грызть должны они мидл тавар и уходят ай 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 зацепили здесь только одного очень жаль что зацепили сыр успел передать у нас экстра муфасе муфаса его быстренько съел вакуум хороший по двум героям но дальше чё как дальше цеплять то есть то стан есть там есть зацепили здесь все-таки они муфаса муфаса за муфаса они заработали 700 голды за луа фера достан где-то внизу да а вот что натворил то достан внизу смотри он снес нижний лайн и при этом забрал тайтхантера и сам не заметили от кого номер вот так можно посмотреть да достан убивает а точнее луа фер убивает достан а достан убивает а это получается он убил его а иллюзии убили тайтхантера скорее всего да но зато снес сторону снес милишный барак очень интерес неплохая ответочка но у тебя нету две стороны и сейчас ребята из команды play просто соберутся через 60 секунд будет ульта тайтхантера и они пойдут просто по низу и наглым образом будут тебе ломать т3 что-то вы должны придумать но я учет и не понял ну так хэндов мидас ладно хорошо либра я тебя понял мидас ладно тебе нужен фарм где-то искать экспуты и потеря но тревелат это тебе зачем и ты берешь дискорд дальше сунья ну пайп пайп плюс аркан тапки ладно хорошо и я в такое видел уже ну не знаю что посоветовать даже тут ребята дискорд чутска не спорю что хорош может надо было дискорд сделать вместо травелов пт дискорд пт стоит и полторы тысячи а этот тп вроде 2400 раньше 1000 голды ну хорошо ему видней возможно они сейчас будут пушить отпушиваться и телепортироваться там вниз да может быть такой план на будущее ну цк в принципе скоро будет двадцатый левел не он должен где-то найти себе икс и выбрать какой-нибудь интересный талант 150 голды тоже неплохо в принципе потому что ты понимаешь что там бкб шки уже пяти секундные почти ну да тут одно бкб точно пяти секунд на только что голда лишняя не помешает экстра быстренько уничтожает а эта фигня нажимается теперь что ли замедляет жертву наносит урон ну она как стоит пассив но на кудовница почему-то ой 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 тут хороший врыв по четверым минут сразу же сбрели вайпер отправили таверну санкинг тоже сразу уходят таверн минус дарксир дарксир байбэк это но если толк от этого ну не знаю 35 будут сейчас драться на иглым образом ворвались просто шикарно ворвались под смоками плюс инвизор дарксиром забрал здесь цк все-таки должны здесь сбривать рефрешер нажимает у нас муфаса активирует обратно бкб но смогут ли убить убивать муфасу проблему тайтхантера реальти рифт сразу же сбривают еще и тайтхантера не успели сторону забрать отдыхались сколько трех героев потеряли два байбэк один байбэк от дарксир а был только да на только дарксир а был байбэк ой ой тут экстру могут нет экстра не найдут экстру не найдут эхо сабр прикольно так так ребята по ходу пошли суицидится тут рефрешер ну как понять это ну ну хорошо ради бкб ты купил рефрешер ну батл транс ну блин сколько он стоит то он стоит 5200 тараску лучше купи блин жить дольше будешь так у него реальти риф пробивает бкб так что далеко ты экстра здесь не уйдешь минус экстра аааа минус нигг様 миг а теперь проблемы с бакбин а не зацепил реальти рифтом вот это мне иногда раздражают как он еще и уходит от этого все таки достал у нас 13 его Стан по нему Минус 13 пожертвовал С собой ради Никса, которого еще до сих пор Не забрали Они его не видят Даст от кулдауница через Секунду Теперь видим Ну, должны здесь Ой, как же Долго не убивали этого Никса За этот период успел просто Откатиться Кулдаун на перерождение Рейзера Вот, смотрим Пожалуйста Но Сент Кинга потеряли Ребятам нужен был гем Они его выбили Новый покупает себе еще и Никс Так, у кого гем? Гем и Вайпера Забрали гем и Вайпера ЦК уже 23 левел, у него скоро будет Блин, у него Очень много По-моему, все-таки Плюс 7 к снижению брони Наверное Ой, смотрите Что за подарок судьбы О, кем, да? И никто Нет, все-таки заметил, Соня Курица быстренько летит Сюда будет забирать Сейчас гем И аккуратно передает курицу Откуда ни возьмись Появился здесь гем Разор 25 Немножко осталось 100 плюс к скорости атаки Ужас Шива Ну, да Что у Тролята? Интересно, кроме рефрешера Больше ничего нету Линкинсферу себе начинает варить Потихоньку Ну, хорошо Я это одобряю Линкинсфера Хороший артефакт Ну, а вот Рефрешер 5200 5200, ну, ё-моё Ну, 5200 Ну, это не тот артефакт Который можно было купить На, там, 35-й минуте Ну, хорошо Что у Тайтхантера Тайтхантер После Блинг Даггера Особо ничего не появилось Но он потихоньку Начинает варить свой Рефрешер Орб У него есть свиток В принципе, у него денег Хватает на рефрешер Но на байбэк тоже надо оставлять Всё правильно Олсен Кинга Это что у нас? Это нулифайер будет В будущем Да Если успеет залететь В Троля Плюс нулифайер накинуть То да Тролль просто кинется До сих пор он себе Не купил Глиммер Не стал У него есть Линза Зато Ну, может Шедоум Лет Такой интерес И ребята Не ломают Чужой шрайн Потому что Могут спалиться Всё прекрасно Там рисуют Блэк Архангел Примерно показал Где они находятся И сами начинают Рошика ждать Который появится Через 10 секунд Тайминг не поймали Вчетвером Начинают выдвигаться В смоках В чужую сторону Могут повторить Прежний заход Сейчас они обратно Поднимутся на ХГ И поймают И поймают Поймали Должны здесь Должны здесь Сбревать И все стоят В стане От Стана Шипов Никса Минус Байбэк Один Голый трон Надо Ол ин идти Ребята У вас нету Байбэка Там нету Ну Скорее всего Сейчас ребята Будут драться Здесь Экстра Экстра Скорее всего Здесь заберут Экстру забрали Хороший стан От Никса Но толку Прилетает обратно Сюда Сейчас Экстра Будет здесь Очень махач Сильной Проблемы У Никса Никса Должны наконец Забрать Никса Убивают Ой-ой-ой Бэйн Бэйн На лоу хп Стоит Убивают Еще и здесь Все-таки Рефрешер Купил себе Лоа фер Он байбэкнулся Нет он без байбэка Тут два гема Просто лежат Два байбэка От команды Сман Минус два Никса Нету Нету Байбэка Нету У ЦК Соответственно Ребятам Просто не зачем Идти туда Ну Сын Кинга Нет ульты Три в пять Могут подраться Нужен Хороший ультимейт От аппарата Ну давайте Ребята Чуть-чуть Быстрее Вам надо двигаться Не успеваете Ультаппарата Залетает Но какой толк От этого Рефрешер Нажимает У нас здесь И еще Одна ульта Ну зацепила Еще и Либру Либра без байбэка Либра 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 без байбэка Либры Нету Байбэка Сын Кинг Сразу Сразу байбэка Уже нету Другим матчем Другим матчем Вообще не могу Найти инфу Давай попробуем Сперва Ссылочку Найти на эти игры Так Вот если не ошибаюсь Это наша ссылочка Так Ссылочку Я кидаю Кидаю В Ютуб канал Плюс Ссылочку на сетку Я кидаю На Твич канал Пожалуйста Смотрите Короче Противостояние Гучи Ганг Против Тим Инвизибл Выиграла команда Тим Инвизибл То бишь Казахстанский коллектив Айплей Против Тим Сман Только что На ваших экранах Айплей Выиграла Эту игру Зарван Против КГЗ К сожалению Я не знаю Результат этого матча У меня в баде Листе Никого нету За кем могу Я посмотреть Ой-ой Какой-то Мантисы Уже начали Игру Говорят Вот это Да Ух ты Тут игра Вообще Уже 25 левел По моему Игра Кто против Кого там был Ой-ой-ой Тим Инвизибл Тим Казахстан Тут играют Короче Это Полуфинал Верхний Полуфинал Короче За выход Финал Быстренько Свободная Камера Ой-ой-ой Тут Интересно Тут разгон Вниз Зайдет на Крипа Так Давайте Посмотрим Кто здесь За кем играет Ти Ти У нас За Рейдентов Играют Топор На Розоре Эру На Никсе Хейз У нас На Дузе Итальяшка У нас Играет На Вайде Джучи На Венгифул Спирити Мантис У нас Играет На Энчин Трест Та 2000 На Арк Вардене 23 левел Би Севен Би Севен Играет На Тбэшке Уже Второй Раз Мы Вижем Годем Играет У нас На Спирит Брайкере И Турбо У нас На Бойне 30 Ну 40 Минута Игры К сожалению Жаль Что мы Прямо По центру Ворвались В игру Потому что Только что Была Параллельная Игра По Опыту Мы Видим Что Ти Лидировала И какой-то Переворот Был Все-таки В игре И по Экспе То же Самое 7000 Впереди Команда Ти Вот этот Значок Уберем Быстренько Сегодня Квалы Закончатся Да Сегодня Квалы Закончатся Либо С Кыргызстанским Коллективом Который Пойдет Дальше Либо С Казахским Коллективом Так как Еще Неизвестна Нам Судьба Встреч Между Командами Зарван И Кгз К сожалению Если Есть У кого-нибудь Инфа По этому Вопросу Поделитесь Сразу Понимает Что Здесь Готем Ходит Никс Никс Сразу Делает Дайгер Роуд Проблемы У Розора Должны Здесь Драться Хорошая Хроносфера Прям По двоим Героям Убить Инчантрес Очень тяжело Зато С руки Просто Наваливает Ташка Убивают Здесь Вайда Забрали Дерется Как мужик Здесь Сейчас У нас Би Севен Проблема Дуза Дуза Должна Здесь Погибать Дузу Здесь Забрали Убрали Ищи Войд Байбек Винга В таверне Ой-ой Больно Больно От своих Иллюзий Просто Начинает Полновалет Тут Есть Сандеры На руках Еще У Террор Блейда И Это Что Было Я Что Не Понял Это Был Сандер На Своего Потом Сели Сыр Скорее Всего Единственное Логическое Объяснение Этому Очень Быстро Падает Здесь Т3 Проблема У Итальяшки Итальяшка Сразу же Отпрыгивает В сторону Будет Здесь Падать Сейчас Милишный Барак Милишный Барак Упал Рынжевой Тоже Упадет Это Небольшой Камбэк В сторону Команды Тим Казахстан И Ребята Уходят Уходят Будут Выдавливать Мину Не Выбился Почему Нет Байбека Не было Дузы Байбека Нету Дузы Ребята Это Понимают А Здесь Т2 Вот Почему Они Не пошли Дальше А Зато Здесь Наверху Они Знают Что Есть ДД Рошан Появится Когда Ты Появишься Третий Рошан Не Показывает Пока Третий Рошан Это Скорее Сего Третий Рошан Потому Что У него Таймер Может Включиться Когда Угодно То Есть Он Без Таймера 5400 На руках У ТБ У него Есть Еще Возможно А Нет Рошана Нет Потому Что Здесь Есть Аегис Вот Оно Че У Мантис Есть МКБ Харикейн Пайк Плюс Линкен Сфера Скоро Будет Где 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 Ташечка Давай Мне Ташечка Тоже Интересно Ташечки Такие Минимальные Артефакты К этой Минуте Ну Я думал Будет Больше Ну Мельнер Шива Пайк Пока Без Сапога Телепортации Тут Проблемы У Arrow У Дузы Давайте Глянем Что у Дузы У Дузы Есть МКБ Баттерфляй Монта Ну Шестислотовая Грубо Дуза Можно было Конечно Месть Фейсбутс А Он Собирает Моншард Это Будет Моншард То есть Надо Да Очень Много Дэмэджа Вливать Пока Вы Ребята Будете Стоять Спиной Ко мне Или К лицом У Барача Есть Халберт Зато Падает Аегис Активируется Ездит Баттерфляй Ну Скади Будет Скоро Одним Кликом Скорее Выиграл Вышел Победителем С иллюзией Урон Высасывает С иллюзией Он высосал Это Разве Законно С иллюзией Высасывать 270 урона Есть БКБ Есть Сильвер Эдж Заходит Сильвер Эдж Будет ли он Дальше Да Хотят Хотят Но Толку нету Тут Одни иллюзии Стоят Тебе Харасит Тавр Разгон Пошел На Топорат Топорат Отходит Назад Ульта По Хейзу Проблема Хейзу Он в хексе Стоит Нет Все таки Свапнул Джичи Хорошая Охраносфера По четверым Героям Но Ташка Остался За пределами Охраносферы Он начинает С руки Наваливать По Итальяшке У итальяшки Проблема Итальяшка Скорее всего Откинется И зато Еще и Винга Сразу же Отправилась В таверну Никого Не потеряли При этом Тим Казахстан И начинают На хайграунд Заходить Проблема У топора Топора Долетит ли Долетит ли Тычка Нет Не долетела Зато Забрали При этом Никса Нечем Дефать У ребят Нету Байбеков У Вайда Нету Байбека У Винги Нету Байбека У Никса Есть Байбек Он сразу же Байбекается Так Сразу же Хекс Ташки Иллюзия Ташки Начинают Загрызать Загрызли Здесь Разора Разор Байбекается Но И Ташка Наваливает Просто Очень много Урона Тут с руки Просто Наваливается Минус Никс Минус Хейс И Это Минус Топор Должны Здесь Топора Тоже Загасить Не успевает Нет Не получилось Будут ли Дальше Бить Тавр Да Просто Трон Просто Надо Трон Бить Тебе Никто Ничего Не сделать Нету Сунги И за толку Нету Годнайм Просто Развлекает Их Ходят И ГГВП Рубишет Да Ребята Из команды TI Ну Небольшой Ну Как сказать Небольшой Это вообще Шикарный Комбэк Мы просто Вовремя Ворвались И ребята Тим Казахстан Начали Доминировать Да Так Давай Я сделаю Так Если хочешь Игру Изначально Посмотреть Я просто ID матча Скину Вот Как его А вот Здесь Запись игры Не получается Короче Как бы Здесь Объяснить Вот номер Матча Че Что он Не выделяется Вот номер Матча Ты можешь Его Эх Тут Дополнительная Цифра Ушла Случайно Вот так Вот это Номер Матча Просто Забиваешь Его в Поисковик И ты Его быстро Находишь Или же Можешь По турниру Просто Пройтись И можешь Найти О Кстати Вот так Идет Прямо Игры В прямом Эфире Так Вот так Делаем Просмотр Турниры Профессиональные Премиум Премиум Профессиональные Веск 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 Нам Янг Это старые Какие-то Веск 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 Не находят Так Ну вот так Можно Вот Вот так Но непонятно Где здесь Этот Как здесь Имеется ввиду Вот Сман По-моему Ждут Что ли Или эта игра Уже сыграна Это Сыгранные Игры Ну-ка Давай Посмотрим Вот так World А нет Это Прямой Эфир World Вот он Пожалуйста Проходит Подробнее Это Не наш Регион Да Возможно Пока Скорее Всего Игр Пока Нет Да Да Айплей Еще не Начали Айплей Победители Да Так Подожди Давай По сетке Пройдемся Посмотрим Что там По сетке У нас Давай Обновить Тут Ужасно Как-то Обновляется Тут Айплей Выиграли Соответственно Они ждут Час Противников Команды Зарован Или же Тим КГЗ Кто Выигрывает Против них Играет Айплей Тим Казахстан Выиграли Только что Инвизибл Они в финале Они в финале Ждут Короче Как минимум Одну игру Айплей То есть Так Ребята Значит Это Означает Что Вот Муфаса Начали Играть Это Прямой Эфир Мы Подключаемся К Новой Игре Так 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 Да Будет Интересно Вот это Зирван Или КГЗ Сейчас Вот В чем Подвох Будет Айплей Уже Выиграли Играет Но Айплей Я понимаю Что Они Выиграли Они Прошли Сейчас В полуфинал Айплей Прошли В полуфинал Они Опять Будут Играть Нет Айплей КГЗ Это Не Финал Нет Нет Вот Я Сейчас По Турнирной Сетке Точно Смотрю Это Полуфинал Это Полуфинал Не Путайте Меня Пожалуйста А вот Тим Казахстан Вышли В финал Тим Казахстан Вышли В финал И они Ждут Сейчас Команду Айплей Или Кто Там Будет Надеюсь Он Услышал Так Что У нас Тут По Так Звук Опаздывает Бро Инфу По Сетке Было Интересно Инфа По Сетке Как Я Сказал Ребята Тим Казахстан Во Главе С Мантисом Они В финале Сейчас Полуфинал Играется Между Командами Айплей И Победителем Игры КГЗ Или Зарван То есть Одно Из двух А мы Пока Давайте Прервемся На На Небольшую Паузу Минуты Две Наверное Отойдем Покурим Сторонки Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 именди дебе неплохо давайте без комментаторов раздражает меня вот вот тут да 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 было 2 б 3 точнее двумя видим что первую игру и почему первую игру развитие оба году да возможно ошибочка какая-то тут стоит ну смотрим короче так turbo здесь у нас в качестве драфтера выступает забанил он уже пока вместе с виверным нигнайтом и квапе отправил сразу же в бан и сразу же забрал двух саппортов хороших неплохих спирит плюс джеки рост команда тимин виза болуна с драфтером выступает джуичи он пикнул бремастера вместе с кункой и отправив в бан найт сталкера против уже арк вардена не хотят играть понимают что арк вардена немножко сломал им все таки игру и арк вардена убрали ничью и плюс т.б. т.б. конечно надо убирать том что мы уже комментировали две игры команды team казахстана в двух из них были был т.б. на него надо убирать думы тоже убрали и убрали луну ребята возможно знают что team invisible любят играть через луну и убрали луну настало время коров в чем кого мы увидим от команды team invisible я стопроцентно уверен что кунка это у нас эру я стопроцентно уверен что он эру уже не первый раз я вижу кунку и всегда на нем играет эру это ром еще эта четверка у нас брю мастер пока еще неизвестно то есть возможно это троечка еще до 2000 самый лучший ну персональные фаны появились shadow shaman появляется у нас соответственно брю это у нас четверочка на троечка точнее троечка не все мы какое у нас в любом случае будет шанс посмотреть тайплей против за руаны бака затем уже сыграли одну ну там все мало fair ну я про эффекта все ну ладно там айтлин по своей теме уже общается надо айтлин вообще в модеры поставить чтобы он сам общался со всеми любит он пообщаться если что ребята могу скинуть личку айтлина можете ему в личку писать тайдхантер появился у тим к з и сразу же в ответочка морфлинг мы по моим видели этого морфа да или нет не помню да наверно так морфлинг уже появился здесь стоит hunter довольно ну джеки рост и хантер очень жирные персонажи спирт тем более силовик почему бы и нет но здесь есть кунка у которого есть корабль и при этом морф но как-то морфу против морфа нужен здесь саленс чтобы его убивать нужен какой-то жесткий контур не стан конечно но саленс нужен чтобы не перекачивался то его будет очень тяжело убивать и появляется у нас от аутворд девауэр мидовый про на тэш тэшка будет и нас исполнять на аутворд девауэр мантис у нас будет на тайдхантер играть дюйчи как я понимаю а дюйчи говорю turbo скорее всего это у нас джеки россияр спирит гудд герой для без его нас здесь остался то же самое здесь для топора а хотя нет топор уже по моим морфлингом будет играть не модерки дискорде не тут на может айтлин ворвешься с айтлином месте не хочешь мадик не хочет с тобой врываться идти в комментаторской сути не нравишься ты ему засаде убрали пл а да пл конечно ну я не знаю хотя здесь есть кунка помните недавно игра была между командами secret против liquid там был такой кунка просто 2000 крита вылетал так что мы не знаем хотя здесь не кота четверочка тинкера убирают на не очень удобно стоять и о дэшкой против тинкера что кого же все-таки как кэри тебе возьмут ребята здесь нужен 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 какой-то кэри чтобы контрить морфа но он даже в голову особо ничего не приходит и появляется гирокоптер гирокоптер и теперь свой пик должны ребята закрыть мидером ну давайте герой для хейза для балхашского от демона посмотрим кого же пик над все-таки этим инвизи был напоминаю счет здесь неправильно указан дп дп для хейза скорее всего топор на морфе джи ч на шедо шамане и ру как всегда будет играть на кунке итальяшка у нас играет на бремастере гудэм как я и ожидал и сирспири джекирос это турбо мальтис этот хантер тэшечка у нас будет играть на вот дэшечки и бисэвен бисэвен гироч счет ребята в пользу команды тим казахстан здесь он указан неправильно ну так скажу сразу что здесь счет указ неправильно 1-0 в пользу команды тим казахстан встреча было три если будет 11 в этом матче что я реально хочу реально я хочу увидеть третий матч между этими командами и вот топорчик топорчик весь в имморталках донатер болхашский донер прикольно болхашский донер звучит прикольно так сразу же делаем свободную камеру поехали по сторонам за рейдент у нас играет команда тим казахстан за дайвер соответственно ти пошли они вниз есть вардец тут если пока смоков нету скорее всего агрессивно не будут могут наглым образом зайти у спирит сайфон все таки есть у хейза дючи подтягивается потихонечку и морфинг решил постоять в сторонке смоки есть пять челиков команды тим казы уже находится на чужой стороне карты стычка у нас здесь не будет они будут пытаться искать здесь кого-нибудь но скорее всего никого не найдут а его забанили что ли бедолага так давайте во время полза посмотрим что у нас в чате как творится вообще тут ожирные так как афдроп от два дайдалл все в последнюю рапирку было жесткий финал тут может тащить морфс без там если умрет счет 2-0 ну ладно хорошо гэл пожелали друг другу удачи ребята где моя камера моя камера здесь как я и говорил они будут пытаться выйти за спину и никого не найдут смок сейчас спадет морф стоит где надо зато завардили опа их заметили да их заметили их заметили это означает что они возможно знают где находится вардец так ворк не было варк здесь не блочит кэмп не палят они свой вард у джичи есть свой вард куда он его поставит это брю у нас уходит на топ в миде у нас хейс будет стоять морф блочит морф будет внизу стоять так морф пойдет вниз миссис кун коэ с шаманом а вот тайтхантер тайтхантер на топе пока трипла на топе ребята видимо угадали они увидели здесь брю брю нет брю только что увидели и ребята немножко угадали что оффлейн все таки поменялись местами курица здесь стоит у нее такой хилинг сейл прочекал здесь джичи возвышенности и соответственно дает инфу что можно тащить куру посмотрим по крипам уже неплохое тупо торрент залез у нас мантис немного получает по лицу но ему особо не страшно ну и крипа тоже не добил а вот теперь уже немножко страшно у топора с руки 62 урона перекачался он в ловкость так опять торрент хороший опять начинает лицо ему накрашивать больно 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 в принципе тайду здесь за спину а д сейчас могут выйти шаман наглым образом ну не стал рисковать под тавр надо заходить тоже невыгодно приносит себе фласочку дэшка опа на проблему брю находят просто за тавр и начинает крутиться и промахивается годдем был бы фраг интересно нет если бы он попал своим роллинг болдером мантис где-то поймал второй левел все таки перетяжка здесь от годдема вниз залет на морфа тут по торрент два героя сразу залетают проблема у мантиса мантис должен отходить годдем тоже должен уходить скорее всего не зацепит но есть то икс марк икс марк есть маны не хватит так проблемы у аэро но у него есть торрент скорее всего он уйдет ух ты что это было просто пролетел над торрентом руны достаются вроде все свои сами забирают по крипам морф пока впереди плюс дп в миде ну вот д тоже проблем особых не чувствует у него уже третий левел у дп то же самое а вот спирит сайфон и начинаются проблемы от аж очки довольно больно ух ты где мы пропустили этот фраг наверху у нас был фраг вдвоем итальяшка миссис джучи напали на бедного твинхэд драгона и за это его наказали очень много урона нанес у нас здесь итальяну с руки видимо внизу что у нас внизу внизу мантис 1 2 прокачанный анчер смеш четвертый левел получает уже одель скорее всего будет изучение астрала нет он эссенсауру прокачал так тут выход на тайтхантера его посадили на торрент здесь будет сейчас сетка от шамана есть сеточка вейв форм тоже есть скорее всего из его заберут хороший булужник подпадает по двоим и не смогли все так убить но здесь были стики были стики ну да должен был жить в принципе здесь мантис вот тяжело было убить так как вейв форм то прокачан в одного он наносит то 100 уронов всего лишь так здесь есть еще один x-марк он пока ничего не стал прокачивать есть 3 левел аэро скиллпоинт еще никуда не отправил и потихоньку выдвигаются в мидл всю эту движуху год даем палец вверху понимает и дают инфу ташка будь осторожен и ребята завардили здесь интересный вард будут всегда наблюдать куда проходит у нас эрспирит по карте как он двигается так тут могут быть проблемы вот сейчас хейза ну вряд ли что-то может здесь реально джеки роз один сделать а здесь проблемы то у тайтхантера тайтхантер тайтхантер на соплях проблемы у годема зато теперь ну жив здоров пока но на лоу хп все таки на соплях находится прогрызает джичи себе путь за спину находит он тайтхантера с руки не добьет вейв форм минус тайтхантер враг достается топору год даем как тут как тут он нашел здесь еще и джичи джичи без маны но есть маки но есть и толк от них он просто знает что отсюда можно уйти прогрызть все таки раньше здесь себе путь и стан подвоем но толку от него ноль три ноль три где-то кто-то еще умер что ли джичи гудэм мантис ну мантис умер во время вот этой драки убили а на топе а да на топе был последний раз джекироса убирали да тогда все правильно первый шрайн уже активирован 300 хп 340 хп сапог появился он не видит этих двух героев но теперь он понимает что за спиной все таки идет год дэм спалил спалил он здесь эту движуху ташечка сразу же отходит потому что не стоит лезть на рожон в 3 прокачана сенсаура ну не знаю ему виднее конечно так сразу экзорцизм включает у нас болхарский демон начинает грызть таур в центре есть коляска соответственно надо давить он пытается воспользоваться коляской немного надо сейчас ему урона в лицо получить чтобы коляска жила дольше поймали здесь год дэма но проблемы могут быть и самого шамана и за тавар потихоньку заходит у нас дп проблемы у тавара у тавара уже пол хп нету крипы его бьют торрентом промахивается турбо куда-то непонятно залез застанили дп экзорцизм заканчивается все не смог все таки добрать тавар но была хорошая возможность ребята втроем все таки смогли отдыхать этот тавар он кунка улетает куда-то он на топе уже на топе у него скоро будет аркан тапки они пытаются зацепить здесь б7 это возможно получится хорошо может получиться б7 откидывает ульту есть стики 10 штук нужно юзать стики даже без стиков решил обойтись проблема у него за ним бежит есть все таки стики не попадает торрентом б7 еще живет мансует должны да поймали хорошо поймали здесь итальяшку у итальяшки могут сейчас быть проблема ракета долететь в него есть уже сразу ракет бараш и минус гироч выжил помогли ребята проблемы у ташки ташка улетает ташка улетел на базу размансовала шикарно путаем варят себе что у мантиза мантиза есть 6 левел есть соль ринг стаки себе делает будет их потом чуть-чуть позже наверное зафармит проблему у тавара в миде скорее всего упадет ничем его дефать роллинг болдер ну промахивается эй за динайл надо стан дать себе за спину хороший стан проблемы у хейза но он отбежит у него есть фейсбуц плюс капли ну тяжело сейчас дп убить вообще плюс спирит сайфом в 3 прокачан это больно ммм прячется здесь у нас турбо ой 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 у него могут быть сейчас проблемы нет 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 знают что здесь есть кунка кунка спалился на варде ребята поднимают сюда нужна перетяжка от кого-нибудь от того же его демо он может прийти тп есть на руках мантиза в принципе сейчас все неплохо давайте на нотворс уже переставимся 4000 нотворс почти у б7 неплохо в 500 он на 500 голды опережает сейчас своего оппонента морфа топора так торрент пошел торрент попадает конечно же по б7 есть ульта кулдаун так не получил тп аут здесь есть крест далеко здесь ты не уйдешь б7 хорошая ульта по одной дп но если от нее толк сейчас мантиз стревает торрент попадает скорее всего мантиза здесь будут сбривать за спину заходит шедоу шаман минус шедоу шаман готдем улетает на базу и од потихоньку гризот тавр потихоньку потихоньку но он уже загрыз тавр морф то тоже грызет у него есть аквила активные ему надо здесь сейчас очень быстро сбрить крипов тэшка тэшка пытался немножко подраться против кунки у него 5 левел в 3 прокачанный хмарк дистанция хмарка уже 800 так что издалека может цеплять сейчас эру где-то ну тавр не упал что прикольно этот тавр не упал нашли здесь топора топор просто в форм включает и улетает отсюда лишний раз не стоит ему драться попадает по голове ракета но этого мало перекачивается параллельно так нашли здесь силы света просканировали ребят они знают что они там тайтхантер у нас уже на топе не стал он варить аркантапки уже начинает потихоньку делать худы надеюсь это худ не глимер шедев шаман 5 левел скоро скоро будет шестой таврам будет очень трудно сейчас дефать натиск между дп и шедо шаманом то есть если они вместе с ультами придут то это будет постоянно минус один тавр придется за него очень долго драться за каждый тавр еще 40 секунд до раваги так они здесь ищут эру или они не знают что он там а тут эру знает тут вдвоем сейчас выходят за спину они сейчас спанут здесь понимают что здесь возможно стоит какой-то вард он сейчас спалится так поймали здесь у нас б 7 на него залетает корабль торрент минус б 7 он так б 7 куда-то кинул свой ульту не знает куда ой 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 не тем ударил или тем ударил нет не тем ударил не тем адаптивом страйком он ударил стан дает то именно силовой улетел на базу здесь у нас кунка отрегенится и обратно вернется сейчас да мантис на топе немножко поиграл на нервишках тэшка пытается все еще грызть этот тавр потихонечку и упал все таки внизу тавр есть экзорцизм они сейчас могут спокойно пойти на следующий тавр есть змейки скорее всего упадет еще и т2 внизу на 12 минуте так активировать будут ли активации экзорцизма да есть активации экзорцизма ком даун сбривает крипов пожалуйста варды пошли проблемы у бисевана его посадили на крис корабль тайтхантер сюда прилетает должен быть равага равага есть минус шидоу шаман это кунка это кунка минус минус шидоу шаман за сейвил тэшечка у нас бисевана у бисевана на соплях просто уходит проблемы у мантиса мантис пытается мансовать но очень тяжело прилетает сюда еще и годдем здесь упадет тавр нет тавр не упал зато мантис проблемы у годдем он никуда не уходит зато разделился у нас здесь драка по двум фронтам проблемы у хейза попадет по нему стан но скорее всего его бисеван не убьет бисевана забывают так пытается здесь крита выходит по эр спириту будут ли его здесь убивать хорошее пиво работает сразу же миссуется успеет ли они сейчас его еще и посадить на торрент сайленс висит минус тэшка успевает себя спрятать он переставил пауэр трэдс на силующий при этом успел себя спрятать но этого мало чтобы выжить ну как-то несинхронно несинхронно просто появились за драться за этот тавор сперва появился мантис потом джеки роуз и потом только эр спирит потом превью шоу тэшка ну не знаю как-то несинхронно начали драться за этот тавор плюс экзорцизм работал ну можно было наверное отдавать все таки в итоге вы ей тавор профукали и очень много фрагов отдали 5000 впереди теперь тя shadow шаман седьмой левел и шесть тысяч триста нетворса уже у топора без сэвена немножко фарм застрял у него есть москов маднес но этого мало но этого мало у тебя тысячу хп против морфа который может перекачиваться нереально быстро и сбриваются и сбриваются потому что надо немножко как бы растянуть чтобы забрать мидовый тавор здесь вар здесь вар сразу же увидели то что сюда поставил вар у нас джекирос и сразу же его поломали топор внизу аккуратно сплитит он сейчас всю команду на себе перетянет залетают здесь на итальяна ничем не попадает колдом хороший есть равага должны здесь итальяшку забирать итальяшка не успел разделиться по своим хороший стан залетает здесь проблему бисэвана бисэм отправляется в таверну здесь уже с экзорцизмом стоит дп дп просто оставляет так усмеет ли здесь теперь уйти у нас ташка ташка посадили на торрент ташку здесь не отпустят проблему еще и у джеки росса там кулдаун креста вообще какой-то пять секунд кулдаун и каждый раз кого-то нового цепляют минус три разменялись двух коров на одного тройку и пятерку но какая-то ужасная драка все время да годдем уже не попал ничем комдаун только по одному герою равага по одному герою то есть как-то и дайгер собирает мантис понимает что он каждый раз не достает своей равагой не получается у него цепануть вовремя вот и приходится человеку собирать дайгер сразу рашить дайгер нет передумал передумал в последний момент у него будет мека понимают даже то что нужно еще жить в этих драках команде а без мекки очень тяжело жить турбо с вардами ташка уже сделал себе барабаны барабаны очень интересно будет делать себе форстав дальше это что в рейсбэнд через в рейсбэнд форстав собирается да сейчас понятно видимо я давно не собирал этот форстав или давно я уже в доту не играл здесь аэро уходит по своему лесу аккуратно сейчас он кого-то на иксмарк посадит есть иксмарк есть корабль торрент это попадание прямое по тайтхантеру у тайтхантера нету раваги у него проблемы нету нажимают худые уходят зацепили здесь еще и турбо турбо смогут ли убить за один сайлент попадает хороший торрент по двум героям то все таки успевает праймал спирит заюзать у нас брю на лоу хп смотрите просто на лоу хп не дали здесь годдем уйти годдем здесь далеко не уйдет заюзал магнотаис успеет еще ли один камень поставить нет не получилось хороший полмдаун заходит по одному джуичи хорошая равага по двум героям проблему сейчас у хазеши но грызут духи духи грызут б7 а б7 умирает и при этом дп тоже умер смогли здесь морф забрать нет морфа не было тп здесь драка то продолжается до сих пор а убил здесь эроу через марку не сейчас будет еще одна марка есть марка есть корабль есть торрент зацепили ой 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 что это было эроу промискликал получается так за это сейчас его и накажут хороший стан да наказали за то что он перекликал а ведь мог бы могли бы все таки забрать мантиса да хотя у него тысячу хп ну не знаю даже что было бы если бы он даже попал по бум-бум-бум буталяшка дайгер скоро будет медас у морфа скоро будет скади не стал он а морф хочет полного кэри так сказать сурки просто убивать в этой драке почему бы и нет он не стал шотганы всякие мутить просто будет стоять и сурки накидывать так посмотрим что у хаиза хаиза есть юла есть дискорд скоро будет атос у шедоу шаман 800 голды на руках есть медас у эро есть глиммер есть урна есть аркантарки очень много имеет сейчас есть честно команда ти так пытается зафармить стак здесь у нас без сэвану без сэвена будет бкб скоро будет бкб ташка уже что-то себе купил форстаф видимо да да форстаф он себе купил и летит к нему ищет нет это turbo turbo это turbo турбина книжка вот он улетает к себе на базу у него особенно ничего нету гдема ничего не изменилось он потихоньку спирит весел варит то у мантиса есть мека и пайп угу посадили на торрент но наглым образом уже тайтхантер прилетает вот он ничего особенного не боится должны здесь поломать прочекал здесь он нашел конечно же нашел все таки он дп 15 лвл скоро будет тайтхантера ему нужно срочно 15 лвл поймать либо 40% в копоту либо же все таки снижение урона не помешает именно в тот момент когда топор то одевается именно вручного с руки просто бить если он будет срезать с него 85% урона на 6 секунд этого достаточно хорошая контра получится скорость атаки все таки берет у нас топорик с руки будет бить смоках потихоньку выходит на верхний лайн не берут специально руну нет все таки взяли и теперь ребята понимают руна исчезла значит кто то здесь есть кликают что там вард кликают куда то что там возможно тоже кто то есть спалился у нас здесь мантис мантис никого и ничего не боится фортификейшн использует сразу же на первой тауэр уже он отколдаунился быстренько и тут годдем как то далеко посадили его на марку так не дали ему возможности хорошая аравага по четверым героям должны кого то зацепить залетает сюда праймал спиритом брюмастер корабль торрент залетает в одного без сэвена проблемы у эрф спирита эрф спирит отправился в таверну ультанул у нас здесь одесс прятал себя через 4 секунды кондаун хорошей надо но здесь перед сайфом работ точнее экзорцизм работает и тяжело здесь кого то убить застанет бедного ташку здесь никуда не отпустят рода фотос и минус 2 героя малой кровью отделались честно скажу но при этом ничего не выиграли толком очень много всего было потрачено но 7000 урона нанесли но этого мало но начиналось хорошо но как то фокусить именно морфа который успел прокачку включить но фокусить морфа ну не знаю это сколько надо же его чтобы убить но b7 будет делать бкб возможно уже летит к нему да бкб уже летит к нему у джеки роз проблемы у него ничего нету у год дэйма тоже ничего нету ничего не изменилось с прошлого запака тайтхантер главное не умирает ну после раваги его бессмысленно фокусить как только тайтхантер подает равагу просто надо его игнорировать прыгать за ними и убивать других героев потому что очень мало импакта он вносит хотя написано 225 урона ну да ну в принципе вот од надо выключать b7 надо выключать потому что вот этот флэккэнон очень больно бьет одэ бьет бы очень больно одэ то опаздывает по левелу я этого не заметил дряжка отстает по левелу чекают рошана начинают его грызть ребята видели так шаман тут один поставил варт возможно не увидели и заходят на рошана перетяжка от команды ти ай раваги нет равага будет хороший торрент по троим есть экзорцизм есть макропира но если от нее то включается бкб комдау но жутко просто начинает дамажит отваливается здесь хазешка хазешку отправили на базу и смогут ли здесь они зацепить сейчас еще и морфа юзают попадает хороший стан но тут еще и ну нет не смогли ой ой хороший эклипс отташки сбрили еще и морфа двух коров сбрили это фри рошана 5 фри рошан для команды тим казахстан очень много заработали они за эту драку боже мой 1700 голды и 4000 опыта за двух героев за двух героев и сразу же таблица лидеров по нетворцу сразу же поменялось эй аегиста кто будет брать чё вы его пинаете берите о дэшка бежит дайте мне аегис ну курицу принеси себе уже свой драгонлендс и b7 нагло начинает грызть это что такое он скрипски за скрипски пилда попадет нет нет не успел надо было чуть раньше издалека вот эту макропиру кинуть чтобы сбрить деревья тогда точно скорее всего с билт а пошечку и минус шаман это блохом есть скади но маловато да то есть он много не вносит ему бкб нужно что он и делает ему реально надо пережить равагу сайленсы всякие А, проблемы у Би-Севена. Он прямо на варде стоит и фармит. Просто бум-бум-бум. Нет Би-Севена. Да. Хорошо, что Аега-то у Д. Потому что положить два раза здесь Гирыча было бы обидно. Так, БКБ тоже потихоньку появляется. Вырисовывается УДП-шечки. Так, сейчас ульта Шамана. Плюс экзорцизм через 10 секунд. Ну, ребята телепортируются, оставляют. Так, залетает сюда Бриумастер. Сразу же делится. Посадили на крест Т-шку. Упал здесь Т-3. И все, ребята уходят. Свою миссию выполнили. Но надо как-то зацепить здесь Бриум. Он через 4-3 секунды появится. Сумеют ли они его поймать? Да, все-таки смогли. Не успел замикрить этот момент у нас Итальяшка. И сразу же смоки. Это что было? Сразу же смоки. Чтобы выдвинуться в мидл. Есть. Понимают, что нету ульты Шамана. Нету Праймал Спирит Таубри Мастера. Но у вас-то есть все, да? Значит, надо идти. Вот что и делают. Тим КЗ. Прекрасно все понимают. КД на всех. Ну, кроме экзорцизма. Хорошо, что экзорцизм не включила. Здесь ДП. Если бы она включилась, нечем было бы дефиться. Быстренько прочесали лес. Нету Праймал Спирита еще целую минуту. Есть Аега, есть Эклипс, есть Травага, есть Комдаун, есть Макропира. Все, что нужно, есть. Ребятам надо теперь наглым образом давить. БКБшки уже откулдаунились. Аегису еще сколько немножко осталось. Немножечко, по-моему, до Аегиса осталось, честно скажу. Минуты две, наверное, максимум. Идти надо, идти, идти надо разменивать Аегис. Не стали. Возможно, скоро будет. Ну, кулдаун на Аегисе, и лучше не лезть. Так. Что у нас тут творится? Слишком много кнопок для топора, говорят. Возможно. Даже, что наш ульту не юзает на противников. Хотя можно было бы там, не знаю, флэгкэнон забрать у... Би-7-а и с таким уроном флэгкэнон плюс скади, это было бы нечто. Просто бешеный урон был бы. Бэкэнон. Бэкэнон. Бэкэбэ. Ташка, она, решил себе заварить, потому что... Да, тут торрент, корабль, всякие сайленсы, хексы, сетки. Это все надо переживать. Если у тебя БКБ, то шаман, получается, по крайней мере, первые три скилла у него будут бесполезны против тебя. И давит, давит, все равно давит. Шайны пока стоят. Майдик, дай меч. Апана, нашли здесь шедоу шамана, который загулял. Они могут сейчас найти еще второго человека, который тоже гуляет по карте. И спирит весел, очень хорош артефакт, я не знаю. Каждый субборд просто обязан собирать эти артефакты, по им мнению. Как минимум, один спирит весел всегда должен быть в команде. Уж больно хороший артефакт, реально. И спал Аегис. Все-таки три минуты у был нового Аегиса. Можно было. И крипскиппит будет сейчас. Кунка. Аккуратно. Тайд Брингер. Пол Т2 внизу. Ребята не решились идти на хайграунд. Подождать лучше Рошана две минуты. И после этого ребятам реально надо идти на ХГ. Я про Тим Казахстан говорю. Потому что очень большой, как бы сказать, потенциал наносить реально по окружающей среде очень много урона у Би-7. То же самое есть у Death Profit. БКБ здесь еще. Да, файты. Либо здесь очень быстро кто-то кого-то зафокусит. Либо, ребята, файты будут длиться почти долго, вечно. Восемнадцатый левел. Скоро будет Эклипс. Третьего левелом. Множитель Санти Экс Клипс. Это вот это что ли, да? Ух ты. Улучшает ульту. Или 20 к силе. Вампиризм от способностей. Боже мой, какие интересные таланты ОД. И разбивают смогу. Раз, два, три, четыре челика. Сплитит у нас Би-7. Телепорт у него через 5 секунд кодкулдауниться. Здесь стоит вард. Они могут спалиться на нем. Спалили. Нашли здесь. Нет, не получилось. Не достали. А, нет. Все-таки достал в одного кунку. Дали ульту. Здесь должны шамана сбрить. Забрали еще и кунку. Проблемы сейчас начинаются потихоньку. ТА-шки. ТА-шка юзает. Шрайн юзается Би-7. А, у Би-7 проблемы. Не залетает здесь ульта сейчас. От ТА-шки. Ему надо себя прятать. У него БКБ. У него не получается даже себя самого спрятать. За ним летят очень много спиритов. И никуда залетает ульта. Ребята просто начали убегать. Застали. Достали здесь. Гот-демон. Видите, булыжник на него. Могут сейчас поймать. Могут сейчас поймать здесь. Да, поймали все-таки. Хорошо поймали. Именно Итальяшку. И на разворот еще и забрали. Ее размансовали просто нереально. Просто нереально размансовали. Как там Би-7 вышел, я даже в шоке немножко. Ульта, конечно, не зашла здесь. От Outworld Devourer. Там по двум БКБшкам он прошлась. Очень жаль. Очень больно. На Баттерфляю уже потихоньку накопил себе у нас гирокоптер. Рошан. Что там с Рошаном? Рошан через 45 секунд. У Марфа изменений по Капартефактам нету. Но он что-то себе купил. Что он себе купил? Не знаю. У него очень мало денег осталось. Яшу, видимо, купил. Или Яша была? Я не заметил. Или БКБ приобрел, да? БКБ приобрел, скорее всего. Яша была. Ух ты. И БСЕВН делает еще один фраг. У него 5000 голды на руках. Очень богатый какой-то останчанин у нас здесь гоняет. 5000 голды на руках. 4000 из них лишние, можно так сказать. Незбираемая сумма. Окунки. Артефакты пока без изменений. Но варит он себе Юул. Да, бы сбривать с себя. Сайленсы всякие. Вышел Рошан. У Рошана проблемы. Тут столько людей сейчас будут на него нападать. И вряд ли перетянется сейчас ТиАй в сторону Рошана. Кому достанется Айгис? Айгис должны ТАшки отдать. Так как у тебя-то Паттерфля есть. Хотя ты без Байбэка. Могут и тебе отдать. Нет, ТАшка все-таки будет забирать этот Айгис. Да, достается Айгис ТАшки. И сыр достается Гирокоптеру. Можно было бы наоборот сделать. Так было бы лучше, может быть. И ТАшка улетает вниз. Дофармливает свой Хекс. Ну, немножко осталось, в принципе, 2000 монет до того же Хекса. Ну, 3000, грубо. И будет Хекс. Будет еще больнее. А вот теперь интересное. Что возьмет он на 20-м лавле? Множитель? Эклипса? 2. Или все-таки 20 к силе? Зачем вообще силой ему, если он просто нереально урон наносит с Эклипсом? По-моему, умнее, чем... Имеется в виду по интеллекту. Сейчас 100 интеллекта у ОД. И кто тут еще есть? ДП есть. У него тоже очень много интеллекта. В принципе, по морфу это очень больно будет залетать. У него 50-60 всего лишь. По морфу это будет очень больно, короче. А остальным... Будет сжигать очень много маны, правильно? Вроде, кажется, так работает его действие. Да-да-да. Сжигает вражеским героям 40% от максимальной маны. Ух ты. Ищут они здесь кун-ку, видимо. Не успели, не успели здесь зацепить ОД. Не ОД или кто там был? ДХД. А вот теперь проблемы у Бисева. Но сейчас будет сетка корабля. Успеет ли он БКБ заюзать? Не успей. Сбрилли. Пожадничал Бисевен. Уже не первый раз он так умирает. Без Вижена. Но хотя они залетели таймозом прямо на него в смоке. Можно ли? Успел бы, если бы КБ сыр нажать, уйти оттуда. Я не знаю даже. Здесь начинаются проблемы. Мы все-таки успевают. ОД и мы идти в сторону. Зацепились здесь. Ташку! Не должны, не должны здесь. Не должны здесь, ребята, сливаться. Проблемы у шедо-шамана. Он в лесу. Его отхиливает кунка. БКБ прожал. Экзорцизм прожал. Развели, грубо говоря. Сейчас, ребята, на экзорцизм. Но здесь-то нету БКБ тоже. Проблемы могут быть, ребята. Ну, не знаю. Надо заходить теперь. Нету. Нету, нету. Нет, все-таки решили аккуратно сыграть и забрать шрайны. Активный шрайн еще. Ну, топора. Скоро будет батерфляй. Жалко, что не показывает вот так, сколько осталось Аегису. Так, до третьего Рошана осталось 5 минут. Ищут они своих оппонентов. Здесь могут сейчас шедо-шамана нарваться. Шедо-шаман может нарваться здесь. Да, все, он нарвался. Он далеко не уйдет. Даже если у него и будет дайгер, он далеко не уйдет. Все, рокет-бараж работает. Стан по нему попадет по голове. Минус шедо-шаман. Джичи загулял. Захотел как лучше. Но получилось, как всегда. Так, здесь они давят мидл. Но верх ваш немножко может пострадать. Сейчас, если вы и будете игнорировать. Да. Перетягивается сюда у нас B7. Находят здесь. Хороший Равага залетает. Нету сейчас на руках экзорцизма. Будет очень больно сейчас всем. Но успевают все-таки забрать кун-ку. Кун-ка минус. Да. Успел, попал. Но какой-то... Тебе пора... А, он хочет Аегисом пожертвовать. До конца дерется. Не получилось. Минус один. Да, улетает здесь. Все-таки зацепили Итальяшку. Должны его сбривать. Должны, должны, должны здесь сбривать Итальяшки. Итальяшка пытается убить. Да, не получилось. Можно было бы подставиться. Нужен Аегис. Спирит ВСУ повесили. Скоро Аегис спадет, и он отрегенит свои ХПшки. То проблема сейчас начинается у команды TI. Ну, нечем дефать. Байбеков, как мы видим, у ДП... ДПТ, жива же. У кун-ки нету. И у... Да, все. Отрегенился у нас ТАшка. Падает первая сторона. Центра нету уже. Упала полностью. Т3 на низу упал. Сыр передает у нас Б7 в руки ТАшки. Есть экзорцизм. Ну... Даже не знаю, ребят. Просто разбили две стороны и идут на третью наглым образом. Прилетает сюда топор. Хороший торрент по одному герою. Поймали здесь ТАшку. ТАшку здесь не отпустят. Если он успеет цир поражать. Нет, поражать он не успел. Хейс тут залетает с БКБ и начинает нарезать со своей ультой. Хороший... Хороший просто турбо. Ставят макропиру вместе с Айсволом. Очень больно здесь, ребятам. Проблема у Мантиса. Мантиса вернут. Сейчас и посадят на корабль. Отправят на этом же корабле прямо до таверны. И так и делают. Прямой рейс. Ребятам, по-моему, не стоило. Вот после того, как появился уже Морфлинг. Наверное, Морфлинг точнее говорю, блин. Кто там, блин, родился? Я забыл уже. Надо было отходить. Жадничали реально. Пожадничали. Да, Брюмастер появился. Ребятам надо было просто отходить. Зачем вы в драку лезли? Непонятно. Сатан. На руках у Гирича. ТА-шку жестко законтрили, конечно. Так скажу. Нужен этот кругляшок. Лотус Орг нужен, чтобы его сейвить. Колмдаун на крипов. Скорее всего, крипов здесь умрут. Ну, да. Хекс, по сути, готовый. Но на байбэк пока будет оставлять, скорее всего, ТА-шка. Да. Огромный просто торрент на 20-м левеле может быть. Флот призрачных кораблей. Плюс 50% к Тайт Брингеру. Боже мой. Кэрри Кунка довольно тоже неплохо оказывается. Ох, Азеши. Появился уже Акторин Коуэр. Он может жить вечно теперь. У него под экзорцизмом и сифоны. Надо как-то выключать вам. Очень быстро фокусить. 3000 хп можно очень быстро сносить. Здесь есть все-таки хекс появился у нас. Я смотрю. Скайсу Пайс. ТА-шка грызет чужие шрайны. Здесь стоит, да. Стоит чужой шрайн. Один стоит. А у команды Рейнентов ни одного. Две стороны минус. Смоки прожали. Тиай. И начинают потихоньку идти на своих оппонентов. Топор возглавляет эту банду. У него ДД. Да-да-да. ДД, ребята. Сразу же успел БКБ включить. Здесь B7. Но у него проблемы. Надо включать Сатан. Сатаном начинает нарезать всех. И грызет год демо. Тут хекс на топора. Топора должны убивать. Топора убили. Тут залетает корабль. Хороший по троим. Еще и Равага прекрасно просто зацепила всех оставшихся героев. Летают у нас здесь Тайтхантер. Но Тайтхантер-то фуловый. Ему без разницы. Тут проблемы у Хейза. И у нас ТА-шка погибает. Эру начинает потихоньку развивать. Ну да, как я и говорил. Хейз будет здесь жить вечно. Год дембайбекается. Но толку нету от этого. Хейз просто на соплях выжил. Нереально выжил. Смотрите просто. 6000 урона нанес вардами. Шедо шаман. Пока вся эта драка шла. Я думаю больше урона наносит. Конечно же все-таки. Ну 4700 урона нанес. Хейз, ну. 6000 урона от вардов. А, тут агоним. Вот оно че. Агоним оказывается. Ну че-то гирокоптер сливается. Мало, мало, мало. Че-то сливается. Гирыч очень быстро. Ух ты ж. 6000 урона от шамана. Если не ошибаюсь, там, он у него, там, две цели одновременно. Атаковать на инсекарь. Ну да, что-то такое. То есть там урон прыгает, как сплэш, правильно? А это больно. Ужас. 6000 урона наносит шэдов шаман. Не хватает, но че-то не хватает. Реально, ребятам, вот в плане дэмэджа, может. Может, рефрейшер на Дайтхантере не хватает. Что вот раз, он прожал, он хороший, там, Равага залетела. Надо еще одну. Вот сейчас Рошан появился. Вот этот рефрейшер шарт выпадет. Дайтхантеру надо или в любом случае... Нет, он все-таки не стал брать на жителей. Соответственно, надо Дайтхантеру сейчас брать ребятам. Чтобы две Раваги дать. Но Тиаи надо драться за этого Рошана. Возможно, они не знают о том. Они думают, что их гангают, хотя они с дефят две стороны. Да, Мантису сейчас... Выпадет шар. А Егис достанется у нас. ТА-шки, да? Нет, отдай это. Ты че, не тот артефакт забрал? Нет, он оба... Он два Эклипса хочет давать. Сыр отдал все-таки Мантису. Опа-на. Драка сейчас будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Проблемы тут у Годема. У Годема сразу же слили. Проблемы сейчас у Чуичи. Чуичи должны добить. Бейс Севен сможет ли он добить? Да, он добивает все-таки. Мантиса проблемы! Мантис не дал Равагу таким образом вообще. У ТА-шки... Нет, это у нас Би-7. А Егис есть. Сейчас будет ульта. Еще перезарядка. Еще одна ульта. ТА-шки. Минус два героя сразу же. Нет, не успел все-таки у нас ТА-шку. Здесь, скорее всего, его... Не успеет он здесь ничего сделать. Его здесь положат. Да. Надо здесь Би-7 уходить. Уходить. Прямым рейсом до базы. Ну вот... Как ты не дал? Ну ничего не сделал Тайтхантер. Ужас. Блин. Абсолютно ничего не сделал Тайтхантер. У него был сыр. У него есть Гарвин Грифс. Да ура вага есть. Айплей выиграли Zero One. Первая игра. Нам... Все вроде хорошо начиналось. Да по мне, лучше две роваги, чем два этих... Эклипса. Так было бы, может быть, лучше. А не встань и стоят три секунды. Активируешь этот. Потом еще раз. Больше бы урона нанес тогда Герыч. Ну, нулифайр себе прикупил. Решил он выключать все-таки... Наверное, морфа. Ну, да, морфа можно выключать. Чтобы вообще ничего здесь неактивного было. Ну, нулифайр, интересно, выключает он пассивку Баттерфляра? Э, сорян. Сорян. Я на стриме. У Джичи уже даггер. У него будет скоро 25-й левел. Плюс 60 урона от Мастер Пент. То есть, каждая змея будет бить по 160 урона. Их 10 штук. Один залп будет давать 1200-1600 урона. Но при том, что у тебя есть еще и Аганим. Считайте, это 3-200. 3-200. Налицо с одного залпа. Это даже лучше, чем Флэк Кэнон. Играть затягивается уже 50 минут. И те, и другие нормально не могут зайти. А, хотя-то здесь-то. Извиняюсь. Нету две стороны. Рефрешер Хейс собирает. Почему бы и нет. Экзорцизм. Рефрешер. И готов второй. О, еще и руна. Волшебство. Надо сейчас идти активировать экзорцизм, когда он 76 секунд. И через 35 секунд они разрушаются. То есть через 35 секунд будет уже второй экзорцизм. Готов, грубо говоря. Два раза экзорцизм использовать. О, тут могут сейчас поймать топора. У топора могут возникнуть проблемы. Они его видели. Есть Астрал. Но если Хекс будет... Будет ли своевременный стан? Есть стан хороший. Нужно еще и Сайлес поставить. Минус. Иеро, тут прилетает. Зачем ты прилетел? Ислат, тебе надо валить. Поднимает себя Ветрану. Какой толк. Ты все равно откинул копыта. А не у тебя. Да. Копыта он все-таки откинул. Поехали по байбекам. Байбек у Морфа нету. Байбека нету. У Кунки байбека нету. Две ракеты залетают. Тут БКБ активируется. Проблема у Джичи. Джичи должны завалить. Джичи завалили. Проблема у Готдэма. Готдэм должен уходить. Здесь все-таки... Успели все-таки немножко... Нет, все-таки Хейз тоже откинется. Хейз тоже в таверне. Минус четыре. И пахнет ГГшечкой. У Хейза тоже нету байбека. Это ГГ, это 2-0. Тим КЗ. Тим КЗ. Наказали. За то, что ты топор гуляешь. Без байбека. Сколько у тебя там? Без байбека гуляешь. Блин. На такой стадии. Эх. Что он себе купил в последний момент? Где топор? Он себе что-то купил, да? Почему он без байбека остался? Монту, да? Давай посмотрим по игре, где тут топор. Нет, монта была чуть раньше. Да ничего не купил. У него просто нету байбека. И идет фармить лес. А почему у него нету байбека? Потому что он купил себе Шиву. Да? Продал, продал Дискорд. Купил Шиву. И у тебя нету байбека. Боже мой, боже мой. Бедолаги. Так, что там, кстати, насчет муфас? Они две игры сыграли параллельно? Или одну только? Здесь не видно. Так, ребята, кто знает, что результаты игры и команда iPlay. Короче, скажу так. Team KZ в финале. Теперь ждем матч. Второй матч, если не ошибаюсь, между командами iPlay и Zerwan. Zerwan, да-да-да-да. Вот они, Zerwan. Блин, результата не показывается. Почему? Сетка не обновляется. Немножко обидно. Так, у нас Team KZ в финале ждут пару между командами iPlay и Zerwan. Если кто-нибудь знает результаты, давайте делитесь. А пока небольшой музыкальный перерывчик. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 жутко холодно блин надо каждый раз пить чай холодный теплый точнее даже горячий все все чаи попробовали уже так давайте уберем эту фигнюшку все убираем 60 зрителей написано очень интересно за этой игрой следят 60 человек синтетик у нас будет играть на пит лорде точнее здесь он under lord называется yonix у нас все время по моим night stalker он всегда был четверка довольно неплохая четверка next day играет на рубики профектус будет у нас на вивере и внизу у нас хана играет на разори лофер уже сигнатурный для него ум не на это black archangel как всегда противный какой-то герой лич в этот раз как вы заметили прошлый раз в этой игре уже забанили того же бейна потом убрали по моим вторым третьим банам кажется убрали еще зомбаря ну короче играет каким-то противными героем как будто под стать себе да чувачок я не говорю что он противно просто играет он стиль такой противный муфаса будет играть у нас на морфлинге уже изучил прокачку перекачался уже в ловкость у него 67 урона с руки плюс 2 дополнительных экстра у нас на детей он будет на топе бика у нас будет бегать по карты туда-сюда на огромаги это как получается я не понял это муфаса мидл муфаса мидл да 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 дабл мид муфаса плюс лечь точнее морф плюс лич против это у нас и ионикс вместе с вивером да то есть вивер плюс вивер плюс найт сталкер против лича где лич уже начинает потихоньку грызть свои крипов и это плохо уже минус леву при этом вы будете сейчас стоять даблой ум не на это уже наглым образом пытается украсть крипов высасывает весь урон сейчас будет высасывать но особо не будет страдать по моему ум не на это он тащит крипов за собой да 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 и крипы тут и решили отвлечься на другого крипа юникс немного наглеет но особо не боится он понимает что у блэк архангела нету сейчас новый синтетик через пире то что было почему нажали они решили сразу нажать продавить товар это в миде что ли или внизу для низа это было использовано зачем нужно было использовать фортификейшн профектус пробежался мимо и понимают что они здесь надо давить возможно из-за этого и нажали нового получает в лицо и уникс проблему лича налич будет жить хана так чё по крипам да по крипам у нас 5 0 пока разор дали 5 3 есть у экстра экстра неплохой принципе крип стат на они помогло ему это убить еще одного крипа так все начинает бика бегать по карте он понимает что в принципе экстра не сложно ему стоять против синтетика синтетика но форс блат все таки в соло начинает хана убивать его нам почему бы и нет можно убить конечно высасывать столько урона 150 сроки и при этом у тебя 700 жизней на 5 на 5 тычек ты так тут за спину сейчас может зайти и на ксдей могут быть проблемы у ребят сейчас менее так на выход на блэк архангела блэк архангела отходит не получилось короче нормально реализовать свой ган потенциал ребятам еще раз пытаются на как-то ну ну не знаю пытаются пытаются все время только пытается но здесь то только фейтболки как то вы будете цеплять профектуса проблемы опа на минус профектус загулял ты чувачок и теперь у next day могут быть проблемы есть штан адаптив страйк это разве не стан или он не дает стан если силы мало ну ладно не важно может важно может нет разор разора все отлично он сделал фраг у него 10 крипов по натворцу он первый в списке так за спину пытается выйти за синтетику но ничего не боится у него есть аура но хотя хотя но чухает все равно урон то на урон все-таки чухается уханы скоро будет фейсбуц вивер вивер уже умер один раз миди ну как-то ужасно умер тут бика неплохо гоняет в принципе андерлорда андерлорду лучше бы развернуться и хараситься наверно хотя нет лучше отойти очень больно накидал в лицо на данный огар и дальше нагло идет за ним он сейчас его выгонит с этой руны еще да 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 и за эти три секунды он его час убьет по моему еще и забрал руну чужую ой как больно ему с руки пытается убить патент т1 вышкой ты чё серьёзно чувак успокойся бика убил офигеть просто с руки забил вы это видели надеюсь все это видели потому что я это показывал и тот через задашку но сейчас наверное с руки не завалишь так проблемы сейчас у него таки здесь нету конечно же это фамилиса но зато дт работает 100 урона с руки и саппорта разменяли саппортами но то что он сделал это было круто то что сделал пика это было круто наверное ему надо было убегать в сторону своей базы как-то не знаю что-то в этом роде надо было делать опять нэксдэй пытается выйти за спину тут огармак огармак его видит проблему и нэксдэй муфаса его не отпустят здесь ну да фраг для и для муфасы и проблемы сейчас начнутся у леча у леча 300 хп он должен жить профектусы тяжелый выбор за кем идти да за найт сталкером или же за профектусом решил засейвить своего тиммейта но так будет ли его встречать сейчас дикей нет дикей не будет его встречать у него своих забот хватает но есть нова здесь есть вардец сейчас лично нем спалится и ребят отходят все что нужно муфасе он фармить ему нужно все больше ничего не нужно что он и делает профектус третьего левела вот она видишь она нажимается а увеличивать скорость передвижения пять раз и раз пять секунд пьет случайно противника неподалеку током а вот она чё то есть она пассивно работает и каждые пять секунд работает урона наносит 190 боже мой ой мы где-то не тут ну ну бика тут если в соло убивал андерлорда то то вместе с дк они точно сделают фраги тут проблемы у блэк архангела блэк архангер скорее всего отлетит таверну но нет он еще живет и будет жить найт сталкер ну найт сталкер как найт сталкер ничего нового у лафера по моему больше сейчас наверное возможности убить его чем нежели наоборот и один раз надо подхарасить тавер он коцается да он потихоньку коцается файр шторм дефать пытается в принципе от дефа в 3 прокачан драган бат не боится в принципе ничего никаких физических уронов особо 9 в 15 армура так хана тут немножко погулял но у него 250 украденного урона у кого-то украл то он не на это украл я думаю что то куски отваливаются от морфа так здесь могут быть проблемы выходят прямо в лицо будет ли болт есть болт будет ли стан еще нет не стали довольно жирный сейчас андерлорд плюс тп было развели на 1 тп тп и оставили небольшой спейс для вивера так сейчас он за это могут его наказать надо дд забирать успел муфаса забрать дд не успел профектус проглядел немножко разор восьмого левела уже почти девятый это плохо ребята для команды айплей это плохо потому что у него уже есть драмы вот вот уже скоро появится драмы он уже довольно жирный 1200 хп на 9 минуте плюс если пролетят еще эти будет около 1300 тяжело будет убивать хотя здесь дк есть у которых полторы тысячи хп и плюс бафы и то его огур третий блудласт быстро он будет сносить сейчас тавер за спину сейчас еще раз пытается наглым образом выйти бика да у него получается замедление есть есть стан но но не стал идти дк он решил в соло поломать тавер да неплохо получается в принципе сломать тавер есть тавер забирает его еще и бика просто с руки наваливает сегодня этот парень физически силен он опять замедление но особо горит жестко на просто один огнем кидается в другой плюется плюс еще подомник найтом кстати эти ребята будут бегать ух как больно что это за звук был проблемы у профектуса снова он никуда не уйдет и долетает до него тычка от морфа пожалуйста фраг улича шестой левел улича теперь шестой левел есть чайник ух он уже в соло не прогрыз этот тавер надо включать аквилу да вот он включает аквилу надо грызть крипов как-то быстренько ну лофер не дает ему нормально просто сгрызать так тут какая-то вот неразбериха творится никто не уходит пять на пять драться то есть не уходят массы тут эй тут центряк стоит чувак тебя заметили или это не это чужой центряк был точнее проблемы улича чайник улетел в другую сторону лич умирает ну да грыз его профектус на этого наличие умер чайник просто улетел не в ту сторону куда надо это обидно центряк оказывается был свой я думал чужой ничего интересного тут выход на ионикса ионикса должны забирать нет не стали увидели много тп надо уходить не зацепили здесь бику но далеко не отпустят минус биком четвером напали вот наконец-то как-то массово начали выходить а то скучно стало что каждый просто свою сторону давит и и всем пофиг драгон найт довольно нагло действует поискал за тавером что-то вкусненькое может но ничего особенного не нашел зато будут сейчас сбривать тавр это точно ионикс ионикс сюда прилетает но вместе с интересно что они могут сделать но вейвер здесь вот это а вот ионикс неправильный мув сделал надо было с другой стороны обходить ионикс разор перетянулся на топ начинает грызть верхний тавр сбривает уже крипов проблемы внизу у андерлорда андерлорда зацепят скорее всего здесь его не должны отпускать залетает здесь еще и ново отличия на лоу хп на соплях просто сейчас бегает андерлорд у него проблемы никому ему помочь нечем даже помогать тут достанут еще и рубейна рубейна не должны здесь отпускать четвером гоняют одного саппорта находят находят все никуда не отпустят зажали в тиски нет у тебя разор тем временем забирают вышечку на топе и ионикс убежал в другую сторону ночь наступила ночь на дворе и могут сейчас муфаса немножко наказать за то что он сейчас немножко нагло действует ну у него тысячу хп блин ну не знаю с руки очень сильно тяжело его убить прилетает сюда еще и ум не на это сейчас залетит в форм плюс хил да очень больно минус что я ожидалось увидеть в разор прилетел ну без разницы прилетел не прилетел наглым образом тут экстра забирает тавары плюс скорее всего сейчас накажет синтетика за то что он один тут пытался что-то сделать да и вот тут сразу же наказали прилетает сюда ну как прилетает он с руки и не успевает просто на соплях улетел бика здесь на мужика просто улетел понял что далеко не уйдет и надо валить через тп что он и сделал давайте посмотрим саппортов что у них есть на руках пока особо ничего нету умник на это есть ой 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 умника траблы минус умник прилетает сюда морфец сможет ли он убить сейчас курьера курьера убивает там были стики плюс вар да хороший улов для ионикса тут опять могут профектуса сейчас поймать есть ли у них вижен да вижен есть и сразу профектус пищу кучи уходит умнинать возвращается на верхний лайн дофармливать свои айтемы нашли тут ионикса загулял видимо пацан и его за это наказали еще и плюс чайник был прожат через чайник убили на творцы ну на творцы не знаю даже как сказать походу пока на данный момент лидирует все таки корой команды айплей здесь у одного семь тысяч двести у второго шесть шестьсот так здесь могут поймать сейчас экстру больше станов нету но есть питов моленс который не сбивает т.п. ребята просто улетели на базу бум 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 вся вылазка вчетвером пришли и не забрали разор еще с ультой был так тут проблемы у муфасы муфасы не должны здесь отпускать скоро спадет нет не успел а рубен это что такое он украл форму у дк рубик украл такой маленький дракоша так внизу у нас поймали разора здесь его не отпустят далеко он не уйдет сразу же сбривают лауфер за счет перификация убивает его и пожалуйста неплохой фраг для у не на это ребята на этом фраге будем заработали больше чем наоборот да да как я и говорил 600 опыта заработать четыре опыта мега будет скоро в андерлорда на жирные персонажи и все таки толпой идут на миду будут стараться на сбивать ищет он здесь кого-то муфаса у ее как он во время украл вот это все что за микро откуда ты пацан не со станы ли еще форма будет действовать полторы тысячи хп но это ужас просто и перекатив и обратно в свою форму проблемы здесь у next day next day уходит на себя успел повесить вот свое вовремя репела томника но у него проблемы его скорее всего с руки заберу чайник по одному только по разу попал но ночь то на дворе они должны убегать прилетает сюда вивер плюс рубен должны здесь лично хоронить лично должны хоронить лично понимает что он здесь никуда не уйдет лично убьют и проблему лаффера лаффера нету репела минус 4 героя на ровном месте на только муфаса не пошел и не умер на больно больно было ребята минус 4 на ровном месте вроде лидировали три или четыре тысячи и такой небольшой переворот был да вот две тысячи три тысячи лидировали тысячу вернули четыре тысячи вернули здесь но это много опыт конечно очень много заработали опыта за эту драку ребята ну там байбайки кажется были о проблем и профектуса его здесь скорее всего не отпустят у него была ульта зря он сделал тут лишний шаг он конечно мог просто нажать кликнуть таймлапс и уйти но он сделал один лишний шаг потерял до доли секунды грубо говоря по моему он успел бы украл он за спирификация это очень хорошая магия для рубена в тот момент когда вы еще не нападаете можно отхилить сейчас да на топе у нас тавара то нету муфаса до конца начинает давить эту линию и сплит идет с двух сторон сплит идет хороший с двух сторон тут разор перетянулся на нижний line дефать и перетянули еще почти пол команды наверх тут могут встретить час не уникса у него могут быть проблемы но стоит в артец ребята понимают что не стоит лезть три центре варда один опс пытался левел покусать заметил так тут хана довольно неплохо начал ой сколько урона он высосал теперь может на развороте сейчас убить не не стал не стал понимает что скорее всего встрянет здесь да улетел ханна максимум выжил из этой ситуации мог бы мог бы навалять ну не знаю точно по моему его там похоронили бы не успел бы он накидать весь свой урон так тут смог вылазка вдвоем ночь активно начинают потихоньку передвигаться ну какой толк туда двигаться здесь находится ли с чайником это проблема а вот за спину зайти это круто конечно лича затыкают лича здесь должны сбривать используют все таки нет под шайну шли и обменялись обоюдными согласиями уйти домой и уходят оба опа вот начинает теперь хана нарезать с руки лича чайник просто в никуда улетает тут украл еще гардиан энджел рубен использовать обратно проблемы у огр мага огр маг не должен здесь жить работает диффуза диффузами должны просто загрызть две тычки просто не хватает сейчас убить он не на это у него сейчас откатится репел его застанили но недодолго у него есть форстаф а нижний лайн то подпушивает у нас экстра убили догнали конечно же бико убили его убили еще и ум не на это но при этом ребята вы можете потерять не оттянул все таки грубо говоря он отдэфил соло дк лич прилетает миду у него есть книжка так они поймали здесь разора разора нельзя отпускать и разора не отпускают pit of my lens хороший фаер шторм но толку от него нету пока мисс ну пытались сейчас на развороте подраться ребят особо не получается есть hunter and the night надо убегать да включать хан и не дают просто улететь юниксу бодиблок но там-то фейзы проходит через тебя так есть еще иного есть еще и да адаптив страйк стан хороший залетает неплохо перекачивается в силу кидает адаптив страйк и стан просто какой-то монстр балхашский наверно тоже проблемы у профектуса хотел как лучше получилось как всегда за спину тут хороший фаер шторм истинство питов мален сам но этого мало не получилось его выкидать опять верификация украл так тут юникс бегает рядом с бикой знает что здесь еще есть экстра чекает дальше нету ли там тиммейтов рядом могут ли они вообще напасть я заметил что бика просто постоянно следует за экстрой только в последний момент когда надо дефать он летает на телепорте то есть грубо говоря сейчас он его под саппортит 35 к урону еще до восстановление форме драгон блат это удвоение на то есть 24 20 хелсов регенерацию но этого мало лучше 150 голды наверное брать все таки дк на двадцатого лишние деньги лишние не бывают особенно когда ты ни во что не инвестируешь а тебе деньги копают неплохая идея но у мафасы мы смотрим скоро будет уже готовый шотган ну считайте шотган если готов уже будет отлетать у нас рубен а почему рубена тысячу шестьсот хп еще в какой-то момент успел украсть пассивку морфа да видимо да давайте посмотрим вот пожалуйста смотрим ловкости семь и силы шестьдесят да все таки в какой-то момент он украл пассивку морфа и перекачался жирного саппорта неплохо это чё сейчас активный да спел ну опа вот живучи живучи теперь не умирает морф ой точнее рубен прости это ты его накачал синтолом так чайник в одного проблемы у ханны хана включает бкб на развороте начинает наваливать проблему ричага включён рубена все-таки срубил муфа санов за второй раз с первого не получилось со второго получилось зато репел обратно тут могут срубить сейчас синтетика у синтетика проблемы синтетик отлетает от шотгана пожалуйста и экстра начинает грызть тавр нечем его просто остановить на него действует сейчас армор отлича у него тридцать одного армора у муфасы сорок четыре армора проблемы сейчас у вивера вивер просто слёгся ой ой розора тоже опять шотганом сбливают это минус три кора и ребята должны просто идти и дальше наверно давить через мидл восстановить свои маны и хелс хитпоинты и просто вернуться обратно и идти по мидлу потому что нечем 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 дефать этих ребят форма включается и как тк остановить то он сейчас семнадцатый а вот семнадцатый когда получат чем вы будете его восстанавливать он включает бкб тут кидается репел гарден анджел на очень тяжело он не знает блин даггер будет сейчас покупать да нахом пожалуйста даггер еще мобильнее стал просто будет сзади стоять и подхиливать не стоит лезть куда-то у морфа все отлично скоро будет скади ну и не знаю нужен ли ему скади сейчас прилетит ему еще и тревела тревела по моему ему прилетели да тревела пожалуйста а в инвизи у нас здесь бегает дк к нему летит сильверэйч опа они знают где здесь света все таки просканировали здесь нашли бику бика пытается уйти на телепорте не получилось ну все бика не улетел бику отправили да горли уже немножко пересохло дивардинг от next day сломал около двух вордов ну неплохо лучше чем ничего потихоньку начинает варить себе но ребята то вышли то на рошана стоило ли это профектус тут гуляет полторы тысячи хп есть только диффуза ну будь аккуратен ультой то не было и муфаса начинает ломать строение внизу аккуратно это лишние деньги никогда не помешают а морф как и в морфу говорю чувак синтетик ничем ему ответить пол хп просто слетает от шотгана чекают рошана бика тут находят вивера сможет ли нету линки в принципе можно убивать сейчас он его в лицо нахарасит успел есть не успел не успел поставили своевременно еще и сентряк тут проблемы омни найта оооо так включается бкб но ты просто ничего не можешь сделать оглушили своевременно на ионикса иониксу скорее всего отлетит рубен там пытался уйти рубен уходит но вперед да не отпустят здесь сейчас рубена какие то жадные и рошан 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 минус потом минус шрайн и можно заходить по центру форма есть почему нет да троих потеряли за эту драку шестнадцать тысяч голды впереди по опыту тринадцать тысяч впереди этого много так а егис у нас муфасы да 1100 хп но при этом 250 ловкости ужас 250 ловкости ммм скоро будет скади да хп не помешает ему и в соло разбирается с тавром меди не успел все таки сберить крипа на котором прилетел сейчас морфинг но морфинг то был неподалеку драка началась бкб прожата бкб еще будет в кулдауне ребята об этом знают вот и будут сейчас заходить через десять секунд откатывается форма одк и это будет захат на вторую сторону возможно сразу с двух сторон даже будут заходить через мидл и через топ лейн но нет ну хорошо давайте посмотрим что у нас на топе творится на топе у нас под репелом начинает грызть тавр муфаса уже полтауэра уже нету шотган используется не получилось рубена сбрить у него 1700 хп плюс работает ноуфилд так могут тут зацепить огра огра должны здесь сбривать огра все-таки выжил чайник залетает чайник улетел в другую сторону зацепили сейчас еще и рубена рубен отправился в таверну репел на нем висит у муфасы у муфасы никаких проблем нету есть шотган на руках но он еще может кого-то зацепить и пока мы всю эту драку наблюдаем в миде у нас падает тавр дк его грызет посмотрим что у нас творится в общем гг пишет юникс гг да не чем просто остановить этот натиск команды айплей ну что ж финал тим казахстан против тим айплей минут через десять наверное игра начнется надеюсь а пока у нас небольшой перерыв покурите погуляйте в окошко посмотрите победитель будет представлять казахстан точнее среднюю азию да точнее будет среднюю азию представлять хазе против т.а.2000 кто выиграл 2000 лады ребята мы немножко пойдем покурим т.а. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кью-но. Продолжение следует... 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 Да, B7 у нас Вивер, Аркварден Т-Ашка Мантис у нас будет играть Оффлейного Дума, Турбо будет У нас саппортить на Байне Найт Сталкер у нас будет играть Год Дэм Бика у нас на Виспе, вот интересно Бика на Виспе Луафер у нас на Кентаури Блэк Архангел Вич Доктор и Экстра У нас на Розоре Первая игра Гранд Финала Центральной Азии World Electronics Electronics Sport Games 2017 За выход Уже по моему на ланы, да? Закрытый Или в закрытые квалы ворваться Это уже лан? Не, если мы сейчас выигрывают Ребята кто-то Едут на лан в Китай, да? Круто! Казахи, как минимум Точно попадут на лан Что радует? А то, что не радует Оба коллектива не идут Хотелось бы два коллектива, конечно, увидеть Так, у нас еще Казахские девушки поехали Поедут точнее Блин, я хотел даже узнать Казахстанские девушки По Counter-Strike составу поедут Или будут играть Закр Закрытые квалы Плюс играют Counter-Strike коллектив Довольно тоже хороший По мужской Казахский там Пол Почти 4 челика Или с гамбитой Плюс один Нилон у них Тоже сильный состав Будут играть Закрытые квалы Центральной оси Ну, пожелаем всем удачи Ребята, по-моему, они Сегодня или завтра Играют, если не ошибаюсь Ну, следите за нашей страницей Может, увидите инфу Все, что нужно 40 человек сидят На этой трансляции Так, даже говорят Вот, мне тут Инсайдик говорят Женский коллектив По Counter-Strike Уже прошел на ланы Да И гамбит тоже И гамбит тоже прошли Пожалуйста Уже как минимум Три команды Точно будут представлять Казахстан Это два Counter-Strike коллектива Мужской и женский Плюс Кто-нибудь из этих ребят Либо Айплей Либо Найман еще По Хардстоуну Может пройти Так Ну По составу Мы в принципе Прошлись Ребята Мы все понимаем Это первая игра Уже пауза Уже небольшой Там Уф-уф Там Уф-уф Наверное Как это называется Забыл Клич Боевой клич Типа Поддержание Духа Давайте Ребята Все дела Ну Мантис любит Такие вещи Гуд лак Гуд лак Охота Реально Написать Я вот Мы обязательно Возьмем интервью Победителей Обязательно Наверное Будем В прямом эфире С ними Стараться Пообщаться Какие были Ощущения Так что Ребята Завтра Или послезавтра С ними Мы обязательно Интервью Возьмем И выложим У нас на канале Так что Следите за нашими Обновлениями Следите за нашей Страницей Подписывайтесь На наш канал Вконтакте В ютубе В твиче Скоро Уже Задействует Наш сайт Надеемся На наших Прогеров Так А тем временем Смог в пятерых Зажимают Ребята Выходят В мидл Будут ли они Цеплять Здесь Год демо Год демо Не получится Затупить Проходят Мимо тавра Будут За спину Заходить И убивать Блэк Архангела Блэк Архангел Реально Не ожидают Такой Подстановы Классный Мув От команды Тим Кезет Видят 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 Блэк Архангела Шу кучи Прожали Блэк Архангел Никого не спалил Опа Привет Как дела Давно Не виделись Наверное Ты с Астаны У вас там Холодно И Просто Блэк Архангел Делает Прекрасный Мув Он уходит В чужую сторону Чтобы Дать возможность Ну Оставить Вот эту руну Но по таймингу По таймингу Она абсолютно Неудачная Тут Дум Будет нарезать Мувасы Нет возможности Забрать свою руну Заберут Т2 чужих Одну свою Нет Не получилось Получилось Только ТАшка у нас Идет на топ Так Миди у нас Будет Б7 Да Вместе С его демом Кажется мы Видели Такой лайнап В прошлой игре От Команды Зеро Лан Он сложился Довольно Неудачно Ну Ладно Посмотрим Может Исполнение У команды Тимки Зет Будет Намного Лучше Интересный Вардец Тут Сразу Ж Его Незаметно Наверху У нас Кентавр Так Вместе с Виспом Нападает на ТАшку Хороший стан Проходит по нему ТАшка Может здесь Отлететь Но скорее всего Будет жить Проблемы Еще и у Турбо Он Так Стан через 3 секунды И Успеет ли Застанет Нет Не получилось Найт Сталкер Перетягивается На низ Ну Дальше цеплять По-моему Не очень Удобно Будет Так У Мантис Они были Небольшие Проблемы Но он Успел В этой ситуации Выйти Сухим Из воды Отошел Так У Бики Проблемы Но есть Тизер Он все время Может Отлететь В сторону Лоа Фера В миде Давайте Что там По крипам Да Да Вот это Больше Интереснее Всего Так У Муфасыч Муфасыч Как всегда Первый По крипам 6-6 Уже Набивает И своих И чужих Пожирает Дум Листных Крипов Уходит На базу Отрегенится Да Невыгодно Тому Ему Умирать Потому что Он будет Лежать Больше В таверне Нежели Дойдет До базы Ну Хотя Не купил Себе щиток Видимо Будет В лесу Больше Времени Проводить Архангел Понимает Что Будет именно Так Скорее всего Нет Он все таки Не будет Оставлять Одного Турбо Турбо Наглеет Тут Проблемы Нет Успели Все таки Заслипать Не успел Все таки Застанет Если бы Застанет Возможно Были бы Большие Траблы О Бойна Отводик Будет Сейчас Бойн Делать Так Дум Тут Залез Аккуратно В лесочек Чужой Тут его Блэк Архангел Кто-то спалил Стан На него Ракета Будет Полетит Стан Есть Маледик Есть Стан Прошел Это Еще Будет Фраг Для Архангела У нас Для Владоса Вадик Его Кажется Звали Для Владоса Хороший Фраг На Варды Денежки Прик На Варды Денежки На Сапож Денежки И Пауза Годем Ставит Паузу Увидел Лофера И Решил Паузу Ребята Соберитесь Все дела Надеюсь Не технические Траблы Надеюсь Только Дело В морали Так Да Давайте Посмотрим Что у нас Пишут Какой Какой состав У Казахстана Покажи Ну пробуем Я Озвучу Даже Состав Казахстана Тим Казахстан Играют Зар Дайр Турбо У нас На Байне Та 2000 На Арквардане В миде Дайплей Блэк Архангел На Вич Докторе Муфасач Играет На Гирокоптере Наверху Здесь Проблемы Убики Тот Исполняет На Виспе Но Скорее всего Далеко Проблем не будет В далеких Особо Забрали За Игрокоптере Эту Я Хочу Тоже Надо Сказать Подари Ее Мне Муфаса Проблема У Би Севен Би Севен Уходит Да Должен Уходить Здесь Засейвил Все Таки Своего Тиммейта Так Проблема Кентавра Кентавра Могут Зажать Сейчас Тиски Не Должны Здесь Его Отпускать Успевает Заюз Фейри Файр Найтмейр И Бум Взрывается У нас Кентавр Хороший Фраг Для Тео 2000 Флакс Флюкс Флякс Какая Райница Дум Так Дум 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 Выходит Так Найтсталкер Проблемы Далеко Не уйдет Его Скорее Сего Заберут Да Опять Фраг Достает За Блок Архангел Мантису Здесь Надо Тоже Отходить Ну Использовал Все Что Мог У него Есть Брайндропы И потихоньку Начинает Варить Себе Фейсбутцы Ну Ребята Я не знаю Приходите Подфиживать Гирокоптер По-моему Бессмысленно Лучше Уйди В леса И фарми Там Спокойно Себе Свои Лиса Или Вон Помогайте Виверу На миде Хотя Тоже Не факт Так Вику Тут Сделали Так Чтобы Он Не Делал Стаки Здесь Флякс Сейчас Шатанет И Есть Есть Все Таки Есть Шрайн Так Неудачно Напали Зато Руну Забирают У нас Та 2000 Проблемы У Турбо Но он Улетел На ТП На базу Турбо Ура Ура Турбо Пока Особо Интересных Моев По карте Нету Где То По Лайнам Только Ребята Где То Себя Страдают В один прокаченный Деваур Тут только что было, если честно По-моему, силы света Просканировали Годема И убили наверху у нас Арквардена Наглым образом под тавр забежали и убили Даблэдж довольно больно бед Экстра понимает, что рядом с ним стоит Годем Вот, теперь пора его убивать Вот, теперь пора его убивать Не должны они его отпускать Но высасывает весь урон Смогут ли они сейчас здесь его убить? Нет, не получилось Не получилось здесь убить А тем временем у нас Дум умирает внизу Дум умирает внизу И гирокоптер Вот здесь умер Очень интересно Что-то я не понял, как они разменялись Ну ладно Бэйн отдался в миду Его убил экстра Вовремя сюда прилетел у нас, конечно же Висп И потихоньку начинают Сейчас здесь харасить Опа, знают Интересный вард поставили Теперь они точно знают, кто где находится Спрятались Сразу же спрятались Чекает Годем Не решился рисковать у нас Бика Его здесь заберут Стоп удал Есть стант Сейчас флаг спасают на него Нет Эй, ползав Ляг Экстра влагает PC off Sorry играл бы я на байне ты всегда можешь поиграть на байне заходишь вот сюда берешь нажимаешь вот эту кнопку запускаешь и ты берешь бейна и ты будешь бейна бика у нас отлетает видимо проблемы с компом что у нас тут творится включен и творцы спасибо хорошо пожалуйста с включили на творцы какой счет или сейчас первая игра будет первая игра финал спасибо включена творцы даже вот так запаки может включим чтобы всем было интересно смотрели 21 1141 блэк рах ангела фраг лидер 1110 и 01 восьмая минута неплохо в принципе два первых на творца принадлежат команде тимка зеттом ну небольшой отрыв тот идет от коров но вот немножко просил мантис потому что он умер три или четыре раза уже вот у него действительно небольшие проблемы кто играет играет казахстан team казахстан против ай play финал best of 3 гранд финал за выход на лан представлять центральную азию за этот слот борется два казахских коллектива те же ти 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 нету уже к сожалению тебя и уже нету тебя и отлетели 20 от тимка зэ кстати разве мантис не является тренером ай play уже нет да да потому что я помню что недавно вроде или ну помню короче да затянулась у нас пауза да затянулась у нас пауза очень долго либра смотрит игру за кого болеешь ай play или тимка зэ честно скажу я болею за оба коллектива мне они оба нравятся так что предпочтению я не могу сейчас какой-либо приоритет поставить давайте посмотрим шмотки тогда это у нас был кархан шмотки у мантиса были да вот такой у нас думчик бронированный бронированный ничего нет кентавр прикольный варвар какой то викинг ну гирыча там только первая была и морковка вот они по бокам мы на ничего нету мать сталкера есть с этих иммортал блэк не филити что из них является это крылья да такие крутые так висп у нас переподключается к игре вроде бы сейчас будет у нас старт кальянчик да обязательно как же без кальяна стримите круг так тут проблемы есть были проблемы у одних стали на других вовремя стомпить нажался и ребята быстренько распределили между собой урон и просто расфигачили на эти сталкера потратили очень много очень много урона высасывается да очень много урона высосал и просто нету с руки никакого урона мантис пришел на топ ему да конечно же все таки легче стоять против кентавра мантис внизу у нас уже два героя тут за спину может сейчас выйти турбо могут они сейчас примерно наказать я думаю да 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 должны все таки выходят видели заметил кентавр что здесь за спиной к нему заходят но у него есть тп скорее всего он улетит нет не улетит прилетает сюда висп ну а нет выживает все таки есть nightmare но он его не юзает далеко далеко вовремя сюда прилетел у нас висп и засейвил кентавра стампит и просто не вовремя здесь у нас сейчас ташка вызывает свои иллюзии касочки прыгают между ними и хороший комдаун заходят проблемы у плэк архангела брэк архангель скорее всего сложится да ташка успел все таки флаксы поставить и забирает после смерти еще и так проблемы у турбы проходит стан ну виспа немножко поторкают но скорее всего ничего не получится им больше нечем давить кулдаун инфернал блейда земля только-только что откулдаунилась у дума ну ничего не то как разора нашел здесь у нас сон ему кидает тп аут да 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 все правильно зато очень много урона высосал у нас здесь рейзер 99 аж проблемы от дума дум должен уходить но он на развороте дает инфернал блейд три героя уже здесь так висп здесь смогут ли они здесь остановить нет виспа 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 висп скорее всего идет висп говорю вивер вивер все времени пожалуйста есть дум есть шестой левел есть дум пажует наверно мелких крипчиков да тут есть хилка у крипа есть аура на ману прикольно не знал что у этого персонажей есть регенерация ауры на ману опер ману в секунду ух ух бейн четвертый левел девятый левел у муфасача у него четыре триста нетворца на руках уже есть ринков аквилл есть квадрстав скоро будет уже масков мэднес плюс у него есть фейсбуц и довольно быстрый персонаж и будет с руки очень больно наваливать проблема его год демо не попадает колон дамо есть дум но скорее всего откинется от ракеты и ракета вовремя развернулась и остановила еще и дум не убьет здесь гирокоптера умирает здесь у нас в лесу от двух героев видимо да вместе с кентавром наверное залетели на арквардена и его убили и вивер находит фраг на муфасу муфасу видимо после того как он потерял очень большое количество хп не стал идти домой и на этом поймал его б7 на том что он оказался чуть жадным вы постоянно объем на ровном месте он заработал 500 голды. Да. Must have артефакт для Арквардена. Проблемы у Дума. Дум, скорее всего, здесь... Нет, нет, нет. Не зацепил бы Кархангел, не стал рисковать, но можно было бы. Ракета есть, но земля включена и просто нечем, ничего не сделают эти ребята. Покупает он себе потихоньку барабан. Уже полбарабана он уже сделал. Так, где-то Тауэр упал, да? Тауэр же упал или нет? Это просто... Прожали глиф, да. Прожали глиф. У Би Севена скоро будет диффуза. У Турбы пока ничего нету. У Аркварден. Аркварден в лесу. На мид у нас перетянулся кентавр. У него есть даггер. А это очень опасно. Стампи-ты! Ребятам он просто помог отойти. Да-да-да. Увидели они ЭТП на Миде. Проблемы сейчас у Вивера. Вивер тут откинул копыта. Здесь никуда не уйдет еще и Экстра. Экстра разменял себя Тут проблемы у Виспа, Висп тоже умирает Да Ужасно Висп не выжил Так, проблема Годема Годем далеко не должен уходить здесь На него сейчас еще нет Малидиком не попадает, но зато долетит до него Ракета, даже ракета не долетела Просто ракет барашек, два удара Все, нету Так, они знают, что сейчас у него в спину выходят два героя Увидели Ну-ка, додумаются ли они О том, что здесь есть варды Возможно Должны они сразу же поднимать Да, уже сразу с внутри летят Турбо должен идти Примерно на интуитативном уровне Ломать этот вардец Пожалуйста Прибавка к пенсии Да, неплохая прибавка к пенсии Яша скоро Сэндж Яшу будет варить у нас гирокоптер Первым айтамом Ну, после Маски Безумие ДД для вивера Это очень плохо ДД для вивера Это очень плохо Тут Блэк Архангел может с трех тысячек улететь домой сейчас Ну, на него выходят Тут Кентавр с этим Да, успевают все-таки Успела прожать Здесь прилетели ребята Ух, таймлэпс Есть шикучи Уходят в другую сторону Калмдаун Дум висит на гирокоптере У гирокоптера проблемы Финс грипп на Разор Разор все-таки справился И проблемы сейчас у Кентавра Кентавр плюс Разор Улетели на базу Смоки прожали Зачем? Ну, чтобы быстрее догнать, наверное Только по этой причине Большей причины не вижу Вовремя Просто вместе Гирокоптер вместе с Бикой Улетели обратно Ну, надо было Найтмейра на себя кинуть Ладно Так Тут за спину Начинают потихоньку заходить Ух ты, как больно Как больно Мантису Тэп аут Тут Не должны здесь Бику Хотя бы отпускать Бик он должен был Просто уходить Из той стороны, наверное У него было ТП Наверное, все-таки Ему стоило уходить Поверить То, что Муфаса будет жить Может пытались подраться даже Форстап Будет делать себе Да, заблочил все-таки Кент Телом у нас Турбо Ничего интересного Мантис пока тоже Ничего интересного Но скоро будут худые У ТАшки Есть уже Мэлшторм Это уже Звоночек Ребята 1400 хп Плюс Так Интересно Не зацепил Не зацепил Годдэм Далековато был Нажимают барабан И валят Отсюда Валим Валим Бэйн у нас уже здесь Есть финс грип Но Нет Диффуза уже появились Малин Нужно спать Немножко Охота Прошу прощения Сбревает здесь Миди Сентряк ТА на миди Фармит себе Тревела Да почему бы и нет Иллюзия будет Пушить всегда Довольно Неплохо По своему С милштормом Особенно Комбинируется Это Но герой Говорю Такой Ужасно Честно скажу Уйти Ну думаю Довольно Неплохо Один славу Есть Мид Первый Мид Упал И Скорее всего Здесь Еще и Ну Двух Героев Двух Героев Двух Крипов Забрал У нас Здесь Иллюзии Аркварден Проблемы Могут быть Сейчас У Турбо Турбо Понимает Пытается Уйти И Не успевает Долетает В него Каска И Не улетает Срэндж Яша Появилась В Мефас Так Ну Ну как-то Да Команды Просто Поменялись Дислокациями Одни Находятся Внизу Другие На топе И Понимают Что Разменивать Т1 На Т2 Конечно же Выгодно Команде Айплей Ну Т1 Внизу Упал Хорошо Что вы Мигаете Есть Смоки Да 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 Есть Смоки Ребята Прожали Смоки Начинают Вылазку Делать Прожимают Прожимают Ребята Смотрите Как здесь Висп Палится Они думают Что они На Рошане И могут Сейчас Войти Не туда Куда Надо Знают Что здесь Есть Гирокоптер Ну Надо Как-то Им Выйти Нет Не стали Выходить Просто Идут На Т2 Нижний Оставляет Иллюзию Точнее Иллюзию Отправляет Мидл И Начинает Сам Фармить Иллюзию И При этом Сами Снимают Т2 В миде Т3 Наверху Падает Потихоньку Равноценный Ли обмен Ребята Нет Все таки Решили уйти Да Все Та на базе У него есть Тревела Прилетел Сюда Кентавр Не отпускают Здесь Гот демо Гот демо Есть Хантер Занайт Но А курьер Только что Был Да Он Только что Прилетел И Обратно Дум Повесили На Так Кинзгриппом Пытаются Убили Все таки Убили Здесь Виспа Забрали Здесь Еще Нет Здесь Скорее Все Не отпустит Да Дум Не отпускает Здесь Рейзера Проблемы Еще У Блэк Архангела Сейчас Будут Проблемы Сейчас У Муфасы Минус Муфаса Минус Блэк Архангел Минус Четыре Разменяли На одного Бэйна Это плохо Опять Начинается Эффект Айплей Мы Начинаем Лезть Куда Не знаю Куда Но Начинают Лезть И при этом Теряют Я Сожалею О своем Поступке Я не знаю Что ты Сделал Но я Прощаю Тебя Кентавр Так Та 2000 Уже Скоро Будет У него Готов Форстав А это Плохо Упал Здесь Т1 На миде Т1 На топе Стоять Ну пока Да Да Почти Равный Нет Осталась Только Одна Внешняя Вышка У команды Тим Тим Козы Ну Та 2000 Уже 16 Уровень 350 Плюс 2 2 Секунды Действия Флакс Спарк Спарк Фрайс Спаркфрайс Дольше будет длиться Ну ладно Замедление Мень Ну хорошо По мне 350 Здоровье Да Сток Дальность Атаки Сток Перезарядка Способность 10% Перезарядка Это 36 Секунд Ну не особо Роли играет Возможно Для этих Только Так что Легче Сток Дальность Взять Тут Рошана Начинает Потихоньку Харасить Ребята Понимают Что там Нету Дума Но Можно Как-то Полезть Проблемы У Матиса Матис Немного Загулял Сразу Его Загрызили Под фокусом Попал Так Проблемы Здесь Могут Быть Сейчас У Ташки Ташка Начинает Наваливать Да Да Будет Наваливать Финс Гриб На Гирокоптер А тут Отлетел Еще И ВД Но Смогли Все-таки Законтрить У нас Здесь Ташку Ташку Здесь Б7 Начинает Соло Грызть Розора И Минус 4 Разменяли На Двух Героев На Ташку И на Матиса Живых Остался Только Кентавр Опять же На Очень Много Урона Нанес На Этого Мало Тысячу Сто Гол Ты И 5200 Опыта Заработали На Этого Сейчас Только Что Тим КЗ И Грубо Говоря Тут Небольшой Переворот Опа ДД Привет Как дела Еще Больше Урона Будет Сейчас Выносить И Севен У него Есть Уже Мэйл Штормс Фастбай Стоит Скорее Всего Да Очень Больно Сейчас Будет Намаливать Очень Больно Сейчас Будет Намаливать Да Лофер У нас Внизу Есть Форстав У Мантиса Есть Пайп Есть Аркан Драма Есть Съедает Крипов Есть Крита То есть Есть Еще И Возможность Дополнительного Урона То есть Чем Больше Рядом Дольше Находится Рядом С этими Двуми Героями Дум Соответственно У них Урон Будет Очень Великий Так На данный Момент У них 100 Плюс 34 Еще 37 Этого Много Купил Себе Свиток Еще 10 Монет 5 Монет Уже Есть Мелсторм Все Мельнир Точнее Мельнир 30 05 К снижению Брони 2 Атаки Для Уничтожения Жуков Ну В принципе На 20 Левеле И тот И тот Талант Очень Как бы Лучше Вот По мне Первый Талант Потому Что Ты Играешь Через Диффуза Так что Легче Чтобы Они Дольше Висели Если Бто Играл Через Дизоль Скорее Всего Наверное Нужно Было Бо Взять Можно Взять 0.5 Плюс К снижению Брони Дополнительная Дополнительная Атака От Джимми Анейт Атак Или 200 Скорости Передвижения От Шакучи Дополнительная Атака От То есть Он Будет Три Раза Бить На 25 Левеле Да Ужас И так Два Раза Это Читерство Тут Еще И Три Раза 15 Левел Муфасыч Просел По Левелу Умирал Очень Много Да Висп Здесь У нас 13 Левел У Кентавра Что У Кентавра 16 Левел 25 Кром Ну 20 Ксили Тут Однозначно Блэк Архангел 12 Левел И Разор У нас 16 Хотя Он Ранее Был Впереди Всех Так По Левелу У нас Как Смотрелось Ю Кажется Не Нет Это Нет 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 Уровень Героя 19 Левел Да Да Так Давайте Посмотрим Что Арквардена То есть Аркварден Тоже Делает Мюльнир Очень Интересно Они Хотят Просто Молниями Задавить Да Очень Быстро Будут Давить Честно Скажу То есть Могут На думу Один Мюльнир Поставить И его Послать Драку Поставить Повесить Точнее Еще Один Мюльнир На Найт Сталкер Он Тоже Залетает И Пожалуйста Пока Эти Ребят Вы будете Грызть Сбоку Накидают С руки Два Челика Так Включи Вроде Включил Над Ворс Стоят Так 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 Удум Война Пока Ничего Серьезно Не Появилось Скоро Будет У него Глимер Кейп У Гудема Есть урна Потихоньку Начинает Варить Спирит Весел У Муфа Сыча Есть свиток На БКБ Но нету БКБ Пока Месть Нету Ему 300 голды Не хватает До БКБ У Розор У нас Скоро Тоже Будет БКБ Но Пока У него Хюрикейн Пайк Плюс Драмы Но Вич Доктор Вич Доктор Вначале Убивал Убивал Ну Сделал себе Аркантапки Хорошо Да Ну По моему Сейчас Вич Доктор Очень сильно Будет Отлетать От Вот Этого Челика Просто Зайдет Две тычки По моему С ДД И все Нет Вич Доктора 136 Плюс 134 Гоу Гоу Поехали Игра Стартанула Все Мы Продолжаем 20 Левел Не за горами Сили Дальность Способность Писок Кром Все Передержим И Начинаем Фармить Иллюзии Ташечка Делает Своё Дело Пожалуйста Вивер То же самое Начинает Сплитить Да По моему Вивер Быстрее Прогрызет Вам Низ Сейчас Чем Вы Топ Всей Толпой Так Должны Здесь Быть Телепорт Телепорт Один Есть Так Нашли Здесь Блэк Архангела Уходит Прожали Здесь Стампит И Отпустит ли он Его Нет Не отпускают Все Блэк Архангел Улетает Таверну Его Здесь Нет Улетели Здесь Еще И Ребята Они Улетели Сюда Пытались Кого-то Зацепить Не Получилось Бойна Зацепить Через Три Секунды Ребята Улетят Здесь Да Успеют Сломать Нет Не Успели Но Здесь Кота Нет Тоже Не Успела Обратно Возвращаются И Просто Обратно Вернулись Как То Ну Как То Минус Четыре 1200 Золота Четыре С половиной Тысячи Опыта Просто Так Айплей Взяли И Подарили Ребята Держите Вам Это Нужнее Ну Под ДД Вивер Просто Наваливает Есть Аега Тут Не Не надо Никуда Уходить Сейчас Поломают Медл Поломают Нижний Лайн То Что Ты Там Делаешь Экстра Нам Не Важно Мы Просто Сделаем Своё Грязное Дело У ТА Просто Невероятная Скорость Большая Будет Нет Он Не Стал Делать Мельнир Потому Что Будет Делать Баттерфляй Как Я Понял Да Да Он Не Стал Делать И Улетают Эээ Добейте Ау Не Добили Тут Не Добили Тут Ну Ладно Северна Ребята Отдаются Потихоньку Улетает Здесь У нас Так Все Блэкарфан Никуда Не денется Разменяли Одина Егис Разменяли Кор Героя Ну Не знаю Даже Что Сказать Ташечка Немного Загулял Ты Щу Гол Дэндал Вит 400 Просто Заработали На смерти Сейчас Да Уходят Ребята Тут Ну Небольшие Проблемы У команды Они Не добили Один Барак Не добили Второй Барак Просто Линия Сейчас Возможно Не так Сильно Будет Пушиться Как Казалось Думчанский Скоро Будет 18 И 3 Левела Ульта Длительность Со Скипетром 16 Секунд Падает Первый Т1 На Топе Та Отправляет Иллюзию Вниз И Аккуратно Начинает Выфармливать Оставляет Везде Спарков Ну Да Здесь Будут Разменивать Да Скорее Все Будут Разменивать Есть Ульта Релокейт Есть Разменяли Т2 На Т2 И Ребята Сейчас Будут Улетать И Полетели На Топ Ломать Топ Ребята Дум У нас Здесь БКБ Включается Тизером Смогут Ли Они Сейчас Да 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 Убирают Здесь Сразу же Встречает Их Би Севен Нагло Нагло Наказал Виспа Так Проблема У Турбо Турбо Скорее всего Далеко Здесь Не уйдет Турбо Здесь Улетает Только В таверну Неплохо Немножко Засейвили Свою Сторону При этом Отдали Только Один Баран Пока Комбинация Висплюс Муфасыч Гирокоптер Пока Работает Они Пользуются Тем Что Находится В другой Стороне И Аккуратно Сливают Товара Так Что у нас Тизер Дает Бонус От Дает Цели Бонус От Опа Проблемы Разора На нем Висит Дум Его пытаются Всячески Хилить Скорее Всего Его Здесь Не отпустят Проблемы У Муфасыча Должны Здесь Блэк Архангела Забирать Не успевает Нажать Вивер Таймлэпс И погибает Байбэка Тоже Нету Нельзя Ворваться В драку Проблемы Дума Дум Тоже Отлетает Таверну Тут у нас Кто У нас Годдем Бегает По чужой Территории И нет Все Тоже Иллюзия Тоже Исчезла Улетают Куда-то Пытаются Кого-то Зацепить Годдем Зацепили Годдем Убили Да Сколько Вардов Та Расставлено Это Чьи Варды Такие О Ну Наконец-то Все-таки Доломали Уж Хватит Лимоню Времени Не Хватает А Нет Все-таки Хватило Все-таки Хватило 20 Левел Получает У нас Гирокоптер Изучает Талант 50 Скоростью Передвижения Да И Шайну Начинает Ломать Зафармил Пока Ломал Шайн Три Спота Есть Баттерфляй Я Видел Баттерфляй У Арквардена Тоже Иллюзия Появилась Она Уже Куда-то Летит Гем Купили Ребята Из Гем У Найт Сталкера Есть БКБ У Найт Сталкера Скоро Будет Блэйд Мэйлы У Мантиса У нас Есть Даггер БКБ Скоро Будет Шива Да Неплохой Артефакт Для него Нужный У Би Севана Есть Скади Давно Уже Скади Был И Пожалуйста Давайте Смакей И Скоро У нас Появится Рошан Через 10 Секунд Здесь Стоят Спарки Они Его Точно Спалят Ну Ищут Они Сейчас Жертву Кого-то Должны Здесь Найти Кого-то Зацепить Поставили Варды Ну Дальше Дальше Ждут Пока Кто-нибудь Ворвется Тут Экстру Они Видят И Не Стали Так Рошан Появился Ребята Сразу Поняли Надо Валить Рошана Быстрым Образом Рошан Как-то Быстро Слетает Просто Нереально Аегис Сыр Аегис Вивер Сыр Сыр Кому Сыр Наверное Все-таки ТАшка Забирает Да Да ТАшечки Сыр Есть Ребята Сейчас Вот Они будут Вот отсюда Встанут Будут давить Этот лайн В тот момент Когда вы будете Дефать Они Отсюда И Будут Грызть Стороны По частям То есть Будут играть Как Секреты На лондруиде Где лондруид Просто бегал И Уничтожал Ищут Они Ищут Своих Оппонентов Не дают Где-то Либо Выйти ТАшечка Все время Дефать Всю карту За счет Своей Иллюзии У Мантиса Есть Восемнадцатый Левел Думаю Уже Третьего Левела Есть Даггер Сейчас Он может Залететь Ну Не стал Да Конечно Не стоит У тебя Нету Вижена Может За ним Это Байт Какой-то Лучше Не стоит Этого Делать Улетел У нас Здесь Один Одна Иллюзия Наверх Ну Просто Нереально Оверфарм Сейчас У ТАшки Идет Четыре тысячи Уже Лидируют Над Муфаса Муфаса Пока Ну Что У него Кроме Баттерфля Ничего Интересного Еще не Появилось А вот у ТАшки Потихоньку Начинают Вырисовываться Новый артефакт Это мы уже Видим Нулифаер Появляется Лофер У нас Здесь Проблемы У Муфаса Четыре ТАшки Здесь Они Драка Жестко Идет Все-таки Улетели И не стали Ничего Особенного Тратить Но зато Просела Это БКБ А здесь ТА Турбо Встречает Их Ребята Вы где Были Да Чуть-чуть Не хватило Чуть-чуть Не хватило Би Севена Могли бы Сейчас Двух Героев Завалить Не вовремя Проблемы У Розора Розор Откинулся Пайка Включает БКБ На развороте Начинает драться Повесили на него Дун Тут Два БКБ Включается Минус Блэк Архангел Архангел далеко не уйдет Би Севен Проблема И успевает нажать Таймлэпс Должны быть Сейчас Проблемы У Кентавра Достанет ли Кентавра Нет Кентавра Сейчас Отгоним Кентавр Все-таки Успел уйти У нас Погибает Найт Сталкер Противники Потеряли Разора И Вич доктора Разор Байбекается Дума Нет Надо Валить Отсюда У Ташки В принципе Сейчас Появится Целый Артефакт На ровном месте Отдает Сыр Он Би Севен Би Севен Перекладывает Ботл Вместо Сыра И Пожалуйста Видит Видит он Здесь Есть Тагегис До сих пор Нулифайр Он себе Уже Принес Ташки Есть Нулифайр И Сейчас Будет Нечто Будет Иллюзия По всей Карте Сейчас Летать Да Все-таки 10% Минус Перезарядки Выбирает Себе Понимает Что Возможно Рейнджа Особо Не рисуется Есть Все-таки Хорикейн Пайк Просканили Друг друга Здесь ребята Скорее всего Наоборот Силы тьмы Вот Сейчас Могут быть Проблемы Видят 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 Здесь Этих Ребят Далеко Не уйдут Ну Если Только Не увезет За собой У кентавра Что Аганим Что Ли Да Муфас Не успел Сурки Смогут Навалить Да Пожалуйста Сурки Навалили У кентавра Да Аганим Было Каса Я-то Думаю Как они Так Быстро Пролетают Через Горы И реки И моря Каса У кентавра Есть Аганим Аганим Дает Очень Много Интересных Вещей Снижает Если Не ошибаюсь Уменьшение Урона Да Вот 40% На 40% Снижает Урон Дает Возможность Через Возвыже С ним Проходить Байбек От Герыча Развели Все Это По-моему Драка Будет Решающей Потому Что У ребят Тоже Есть Байбек Они Могут Байбек Висп Дум Вешается На Гирокоптера Падает Третья сторона Мега Крипы У команды Айплей Аегис Падает Аегис Спал Напали На Найт Сталкера Найт Сталкер Пока еще Живет Колмдаун Хороший Мантиса Проблемы Неплохой Дезвард Стоит Наглым Образом Залетел Здесь П7 Ван Би Севен Чересчур Обнаглел Хороший Стан Залетает По двум Героям Сейчас Мантис Плюс Арк Варден Зацепили Одним Станом Да Ребята Цена Мега Крипов И Успел Все-таки Иллюзии Спарк Нет 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 Иллюзии Не успевает Ничего особенного Толком Сделать Да Переоценил Свои возможности Вивер Не успел Он БКБ Ему Нужно Да Что он делает БКБ Собирает Можно было Знаете Че Ему Можно было Байбэкнуться Нажать Таймлэпс И он Оказался Б в этой Драке И мог бы Со спины Наваливать Этим Ребятам Хотя Возможно Лучше Засейвить Конечно же Байбэк Так как Ребятам Через Мега Крипов Будет Идти Очень Сложно Но Герач Герач Уже Тот герой Который Может Сейчас Дефать Мега Крипов Что он И доказывает На 25 Левеле Хоминг Миссл Или же Неограниченная Дальность Применения Колмдау А он На всю карту Может кидать Теперь На 25 Левеле Прикольно 150 Золота В минуту Конечно У тебя Мега Крипы Ты Будешь Стараться Дефать Соответственно Золото Лишнее Не помешает Атака Вместе С целью Ну Зачем Она Нужна Зачем Она Нужна И когда У тебя Абсолютно Нет урона Можно Но я не знаю Переставить Вот эти артефакты Бика У тебя есть Артефакты Которые Ты можешь Переставить Ну Например Талисманов Эвейшн Нет Батл Батл Все Команда Потихоньку В сборе У ТА Уже 23 Левел Турбо Скоро Получит 20 Кстати Что у него На 20 Интерес Скорость Передвижения Или плюс Минус 100 урон От Инфибл Это 220 урона Минус Что ли Можно Развеять Нет Это нельзя Развеивать Сквозь Невосприимчивость К магии Конечно Не проходит Но Очень жаль Через БКБ Если пробивал Это Был бы Просто Невероятно Но там БКБ Уже 5 секунд Ну 6 секунд 8 секунд Показалось Иначе Да Мега Крепы Стоят Ребятам Главное Здесь Попыт Ну Нагло Иллюзию Тут Залетает Да Шороху Наводит Конечно Шороху Наводит Иллюзия Ребята Будут Ждать Рошанчика Еще 2 минуты Рошана Да Рошана Что У нас У Нашего Персонажа Би-7 Продает Он Кольцо Аквилы Что Ты будешь Покупать В принципе Нужен Урон Ну Там Баттерфляйм Нужно бы МКБ Себе Занести Было бы Неплохо У Ташки Появляется Орчат Это То есть Орчат Плюс Нулифайр На тебе Будет Висеть Грубо говоря Еще Один Дум Ты Ничего Не Можешь Сделать Покажи Таланты Бейна Ну Бейна Вот Пожалуйста Бейн Таланты 250 К урону Лечение От Брейн Сампа На 25 Левеле Нам Очень Очень Интересно Лофьер У нас 23 Левел 20 Ксили Притерм Становится Аурой Вот Это Становится Аурой Тоже Неплохая Вещь Когда Ты Ты Очень Сильный 75 Процентов Твоей силы Будут Превращаться В урон Залетает Тут Опять Еще Иллюзия Начинает Харасить Но Не Так Сильно Как Надо Да Вивер Пока ДД Придерживает Скоро Будет Рошан Через Через 15 секунд Рошанчик Будет Интересный Талант На 25 Уровне 30 Процентов Вампиризма Аганим Появится Нет Здесь Блэдмейл Но Аганимом Не пахнет Пока Найт Сталкеров Ребята Знают Что Здесь Есть Вот Это Оу Здесь Есть Рефрешер Шард Это Может Быть Два Дума Сейчас Радианс Перекладывает Будет Скоро Радианс У Мантис Рефрешер Шард Скорее Всего Будет Брать Да Это Два Дума Еще И Валяется Сыр Боже Да Что Это Может Быть Сейчас Да Это Плохо Первые Два Нетворса Команда Наглым Образом Действует Ашечка Понимает Что Его Надо Убивать Дважды Тут Пытались Скрипскипить Ребята Не Получилось Иллюзия Просто Начинает Очень больно Нора Накидывать Если здесь Сатан Нет Сатан Будущим Намечается Намечается Еще и Дивайна Ребята Из команды Тим КЗ Затяните Игру Вам будет Больно Очень больно Будет Ждут Они Бойна Пока Он Дойдет Ого Демо Сейчас Могут Быть Проблемы Нет Не боится Он пока Ничего Байтит На себя Очень Много И За счет Иллюзии Пытается Ломать Сейчас Ставара Ух ты Сколько Урона Он то Себе Получает Так Дум Есть Есть ли Рефрешер Шард Нет Пока Нет Пока Не Использует Рефрешер Шард Отходят Здесь Дезвард Поставили Дум То Работает Пока Мисс Еще Тут Залетает Нет От Дум И Финс Грипп Это Минус Разор Он далеко Не уйдет Байбэк От Разора Минус Виск Минус Кентавр Байбэк От Кентавра Отлетает Еще Вич Доктор Вич Доктор Тоже Байбэкается Ребята Еще Из команды Тим КЗ Сыр на руках Да Очень много Здесь Есть Но Тут Встревает В драку Иллюзия Всего лишь Иллюзию Всей толпой Гасили Только что Иллюзию Команда Айплей Нету Никаких Ультимативных Способностей Ну Дефать Мега Крипов При этом Натиск Этих героев У которого Есть еще И Аегис Нулифаер Накидывается Абсолютно Все Снимается Это все Сразу же Лотос Форбом Но Минус Вич Доктор Залетает В эту Драку Муфаса У Муфасы Проблемы Да Муфаса Живет Юзается Сыр Съедает Его Так Бьют Просто Нагом Образом Спал Все Таки Аегис Аегис Один Упал Проблема У Лоафера Лоафера Отправляется В таверну Он без Байбека Проблема У Муфасы Он тоже Байбека Все Это ГГВП Первая игра Первая игра В копилку Команды Team Kazakhstan Далеко не уходите Скоро начнется Вторая игра Далеко Не уходим Ребят Будет Вторая игра Противослонение БО 3 Так что Далеко не уходим Небольшая Музыкальная Зарисовочка Далеко не уходим Далеко не уходим Далеко не уходим Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Ходит Гуддэмп здесь, но не стал драться даже, пытаться. Без инвиза. Точнее, инвиз был внизу. Еще раз тут инфибол накачивает нас. Улетел. Улетел Тайтхантер на базу. Или что это было? Или это просто скан был сил света, да? А, сил тьмы. Да-да-да. Они думали, что, скорее всего, прячется Тайтхантер там. Первая ночь наступила уже. И потихоньку начинает бика. Улетает вниз. Улетает вниз. Потому что Абадон-то ушел на базу. И где-то надо поэкспиться. Зря, чтобы не стояло все это. Экспу воруют. Ну, Би-7 не дает много экспы, в принципе. Больше сам заработал, нежели... Знаете, Сталкер. Мантис уже со вторым Энчер Смэшем. Ну, в принципе, как-то ему нормально. Нет, 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 не очень показалось. Вот Энчер Смэш, пошел, сбрил немножко. Немножечко только сбрил. Урон, но тут за спиной сейчас могут выйти ТАшки. У ТАшки могут быть проблемы, так как здесь есть уже ФИЕР. Есть Найтмэр. Сейчас будет ФИЕР. Замедление проблемы. ТЭП-АУТ. Успеет ли? Нет, не успевает. Не успевает ТЭП-АУТиться. ТАшка. Нужен вард дец ему где-нибудь, чтобы он мог видеть подходы. Ждет здесь Мантиса сбивать, чтобы сбить. Да. Сбил ему Монорегин. Ну, вот и все вроде пока. Особых интересных мулов по карте нету. Счет 2-1 в пользу команды TeamKZ. Тут СТАКи есть. Потихоньку их выфармливает Джеки Роз. Мешать пытается у нас здесь Луафер. Просканировали, что здесь стоит герой. Да. Но Дэм стоит здесь. Специально ждет пока. Угу. Будут залетать на ТАшку, чтобы контр-инициировать. ТП есть? Нету. ТП нету. Зато есть ТП у Фантом Лансера. Он может прилететь в мидл. Ой. Это что было? Да. Я о том же. Опять инфибол. Минус 90. Ужас. Пятого левела, что ли? Да. Пятого левела. Так. Проблемы у Тайтхантера могут возникнуть здесь. Надо юзать ульту. Не стал тратиться. Ждет. Эээ. Ну. Что ты пожалел, Травагу? Решил просто отдаться. Пожалел Травагу. Звук здесь, ребята. Вроде все нормально. Со звуком, надеюсь, проблем нет. Так. Так-так-так-так. Внизу у нас Лофер. Теперь еще и присоединяется сюда и Блэк Архангел. Да. Это инфибол. Кстати, инфибол, по-моему, нельзя сбросить до пилигангера. Тут могут быть проблемы у Бики. Да. Тут залетает. Хороший Роллинг Болдор. Зацепили. Будет ли сейчас гаш? Гаш будет. Гаш есть. Замедление. Энчер смеш. Все. Минус. Найт Сталкер. Тут уже больше половины хп у Тавра упало. Четвертого левела. На третий, конечно, Ликвид Файр. Очень больно будет сжигать. Проблема у Абаддона. Но Блэк Архангел рядом. В принципе, он может подсейвить. Мантис шугает своим лицом. Муфасу вроде неплохо получается. Прилетает сюда еще и Найт Сталкер. Экспица пришел в мидл. У нас Эр Спирит, а ТАшка уходит в леса. Ему где-то надо восстановить свой фарм. Он быстрый ПТ сейчас будет делать. Внизу драка будет. Интересно. Там возможно, что драка будет. Проблемы у МТ-7 сейчас. Будет Найт Мэйр. Доппельгангер в сторону. И отходят ребята. Ну да, тяжело убить сейчас реально Пантом Лансера. Но можно убить Джеки Роаса. Прилетает сюда еще и Годем. Хороший, в принципе, врыв. Стан есть до сих пор. Стан попадает по двум героям. Должны здесь зацепить Луафера. Луафера не должны здесь отпускать. Луафера не отпустили. Минус два. Наверху. Нет, пока тишина. Я думал, проблему Тайда. У Тайда есть Аркантапки. Пожалуйста. Вроде бы вы и начали доминировать. Но этого мало оказалось. Возможно, Годем заметил, что сюда поставили вардец. ДД забирает Бэйн. Восьмой левел от Айдхантера. Забрал две руны. Четыре руны, по-моему. Да, все четыре руны забрали ребята из команды Team KZ. С саппортом это, конечно, очень важно. Отпевают Шрайн первый раз. Тут с ДД за спину выходит Бэйн. Как интересно смотрится на нем ДД. Могут сейчас цеплять. Они не знают, что здесь рядом стоит ТАшка. Все-таки заслипали. Есть Равага. С Равагой они будут ли интересно его цеплять дальше? Просто с руки решили убить. Курица будет жить. Но, блин, не будет. Убили без Раваги. И просто справились с Бэйном. Загулял Бэйн. Так, и внизу параллельно забрали Абадона. Вместе с... Так, здесь могут сейчас ТАшку немножко поднапречь. И ТАшка решил не рисковать. Мог бы, в принципе, ульта Скрим сбрить... Нет, скорее всего не сбрил бы. Внизу Т1, вышка упала. В пользу команды Тим Казахстан уже. Знают, что здесь стоит вартец. И прилетает сюда Тайдхантер уже. Знают, что здесь стоит варт, ребята. Тут Джеки Рос сейчас будет ломать этот вардец. Э, Джеки Рос, ты куда? А, он Ликвид Файером просто накидывает табор. Угу, поставил сюда Сентряк. Тут залет на Вайпера. Прилетает сюда Абадон. За спину выходит Тайдхантер. Есть Равага по троим. Хорошая ульта от Акаши. Минус сразу же Вайпер. Сбрили. Проблемы у Годема. Хорошая Айс Волл. Но этого мало. Сбрили здесь еще и Годема. Но с Мантис тоже далеко не уйдет. Здесь работает Клинок. И проблемы у Тайдхантера. Хороший. Улетает все-таки. Успел отпрыгнуть в сторону Тайдхантера. Проблемы у Турбо. Минус три. Да, на одного Вайпера. Разменяли трех героев. Ужасная драка. Для них. Тысячу голубей, полторы тысячи опыта заработало. Сейчас Айплей. Да почти все преимущество обратно дали ребята из команды TeamKZ. Но в драке не было лансера. Скажем так. Лансера не было. Возможно, чуть-чуть по-иному было. Но ему только-только вот прилетал Дифузл Блейд. Соответственно, ему там было бы делать нечего. Опять этот Энфибл. Может ли он, кстати, РСИ у себя. Сбоку заходит у нас Вайпер. Залетают на Вайпера. Вайпера должны забрать. Макропира хорошо работает. Сайленс хороший был. Должны здесь добирать. Добирать Вайпера как-то надо, но не получилось. Ребята не стали рисковать дальше идти. И тут прожимают смоки. Айплей прожали смоки. Нагло просто начинает выходить. Хороший был уже только по одному герою попадает. Неплохой. Айс Волл. Должны здесь как-то активироваться ульта Абадона. Проблемы у Абадона. Магнотайз просто шикарно работает. Так, тут тролль залетел в спину и разобрал двух героев. Трех героев просто ребята отдали на одного Абадона. С ДД просто залетает Муфас в спину и просто сбрил Джеки Роса вместе с Эр Спиритом. И пользуюсь тем, что у него есть ДД, он начинает гасить Рошана. Манти знает, что он тут. Все знают, что он тут. У них проблемы. Здесь есть, конечно же. Есть, конечно же. Равага. Хорошая ульта. Сайленсом накрывают здесь еще и Блэк Архангела. Должны сейчас, ребята, цеплять. Пытаются, да, минус 4 втроем. Просто раскидали сейчас ребята. Жадных Айплейщиков. Хорошая Равага. Отличный Соник Вейв. И минус 4. Аегис достается Би-7. Но он не дерется сейчас. Зачем ему Аегис? Надо было Квапи отдать, может быть. Больше муву в карте. Все-таки она двигается по карте. Юл уже готовы у ТАшки. Тот случай, когда вроде тебя огнобили на линии, а у тебя есть артефакты. И потихоньку ты начинаешь. Ой-ой-ой. Валить надо, ребятам. Валить надо. Успешно ушли. В принципе, да. Тимки из-за успешно отдефались. И успешно пропушили. Здесь Мантис потихоньку начинает себе варить Мекку. Ульта Найт Сталкера. Ищут они и нашли все-таки Годдэма. Годдэм решил их встретить лицом. Акаша сюда телепортируется. Хороший стан по двум героям. Отличный Сайленс. Будут убивать. Юлой поднял он. Не того. Поторопился, наверное, Юлом. Не попадает к улыжникам. Миди Тауру пал. Да. Немножко поторопился Юлой. Но он пытался засейвить Эр Спирита. Но, в принципе, он-то не умирал. Здесь стоит вражеский вард. Ребята пока этого не знают. Бика у нас. Только урна. Муфаса уже готов. Сэнджи Яшев. Так, давайте немножко я соберусь. Уже засыпаю. Три часа ночи. Фантом Лансер. Есть Аегис. Есть Диффуза. Еще что-то летит сейчас в куре. Ешь Яша. Да, это уже готово Яша. Но она не долетела, да? Или что случилось? Нет, все. Нормально. Яша есть. Тайтхантер. Мека почти готова. Есть Медальонов Кураж. На минус армор. Он буду гасить, говорит. Тайтхантер. 80 куруну от Гаша. 240 на втором левеле. Да, неплохо. И потихоньку Ташка будет выходить сейчас в Дискорд. Ему уже чуть-чуть осталось до того, как выйти. Да, подставляет иллюзию, фармливает. Ну, да. Противный, конечно, вот древний мордер, шаман. Который на 75 уронов в секунду. Ну, противный игрочек. Герой это Доппельгангер от Бис Севена. Не стал, да, рисковать. И просто отошел. Да. Потопа у нас три героя. Прожали смоки. Тут могут найти сейчас АНС. АНСы находят хорошие, в принципе, по нему. Да, еще и поймали. Здесь его, скорее всего, не отпустят. Это минус АНС. Стоит интересный вард, который видит ночью это все. Точнее, не ночью. Заметили именно фармящего АНСа и не отпускают его. Так. Будут ли ребята дефать или разменивать? Сейчас Т1 на Т2. Потому что если сейчас они будут разменивать Т2, то наглым образом Казахстан, Тим Казахстан будет идти на Т3. Да, что и делают. Есть Равага, есть Соник ВФ, есть Макропира. Магнетайза только нету. На остальном все-то есть. Можно идти, можно заходить. А теперь, чем дефать? Чем дефать? У вас нету никакого отспама. Чем дефать? Вот интересно, да. Ну, есть Аегис. Сейчас можно было, конечно, продать Аегисам. Ну, не стали рисковать. Вот, чем будете дефать? Мне вот это больше всего интересно. Сейчас, ребятам из команды Айплей, у вас кроме физ урона или точечного урона ничего нету. Но есть только один. Щит Абадона, который тоже особо пользу не несет. Но Назертоксин, хорошо. В один прокачанный Назертоксин. На-а-а-а. Так, тут проблемы у Муфасы. Есть Равага, сейчас будет Равага. Ой, какая шикарная Равага. Но проблемы у самого Тайтхантера. Муфаса не умер. Умер, зато Мантис. Минус. Убили все-таки Муфасу. Забирают. Здесь так. Так, забрали здесь Бейна. Не должны здесь еще и не отпускать. Они не должны. Но, скорее всего, ТАшка не отпустит. Да, ТАшка не отпускает здесь Вайпера. Муфаса после Байбека. И просто улетает отсюда. Потеряли трех героев. Аегис. После Аегиса умер еще раз. У нас Фантом Лансер. Но снесли Т3. И это означает, что можно сносить уже Шрайны. На начальной, на 20-й минуте уже упала Т3. Медалику он собрал себе Бика. У Гадем 11-й левел. Есть Глиммер Кейп. Где у нас Джекирос? Джекирос уже 10-го левела. Скоро будет еще один Глиммер Кейп. Два Глиммер Кейпа. Ну, хорошо. Мантис. Мантис делает Даггер. Можно было бы ему, наоборот, сделать сейчас Гардион Грифсы. Потому что он долго находился сейчас именно в этой... В Сайленсе. Опа. Здесь могут сейчас зацепить друг друга. Ребята. Поймали здесь Бику. Бики проблемы. Его выталкивают. Под Незертоксином ребята бегают. Акаша тут залетает. Тут Ашки проблема. Поднимает себя. Вьюл. И должен уходить отсюда. Нет. Вайпера все-таки на развороте зацепили. Минус Вайпер. Здесь Драка уже идет вторым фронтом. Трайвел на Драки. Так. И дальше нет. Дальше не получилось. Зацепили они здесь еще и... Бейна. Тут тоже ТАшка начинает жестко наглеять. Ребята будут сносить мидл? Да. Да-да-да. Будут сносить Т2. Ну, пока нет кулдаунил с Равагом. Можно было бы снести еще вот этот Шайн. Он активный. Будет правильно ребятам, если они реально снесут сейчас Шайн. Но они решили идти на топ. Зачем? Так. Проблемы сейчас здесь у Бики. Начинают грызть рейнджевой барак. Ну, вот вы ничего не можете сделать. Хотя есть Равага. Равага есть. БКБ включается Муфаса. Муфаса начинает грыть Годема. Годем на себя Глиммер повесил и успел уйти в сторону. Но не получилось далеко идти. Не смог все-таки задоджить. Хорошая Равага. Но попадает только по двум героям. И минус два героя сразу же. Плюс нету Вайпера. Вайпера, кажется, даже Байбека нет. Ой-ой-ой. Муфаса вернулся и аппаратно встал в Айс Волл. Проблемы здесь у Бики. Бику тут сбрили. Муфаса начинает крутить топорики. Байбек от Энесса. Не попадает Айс Воллом. Здесь сбрили немного. Скорее всего его тоже не отпустят. Но могут. Проблемы сейчас у Джеки Роса и у Мантиса. Доппельгангером уходят все-таки в B7. Ну вот. И как-то драка была ужасной. Честно скажу. Реально. Подрались, подрались. Но выбили пару байбек. Два байбека, кажется, выбили. Но Баш, Бараки стоят. И Шрайн тот же стоит. Один байбек. Ну, три минуса. В итоге у вас два саппорта полегли. Хорошо, ладно. Но реально, мое мнение, можно было после этого тавора немножко забрать Шрайны. Забрать Шрайн, забрать нижний тавор. После этого можно было бы заходить. А там уже и Рошан. Ну, решили, короче. И, ребята, играть по КД своих ультимативных способностей. Восемнадцатый левел. Третий Сонник ВФ. Уже будет 555 урона чистого залетать. Сейчас вот Акаши. Это плохо. Так, ребята, тут двигаются в смоках. Друг друга уже спалили. Проблемы начинаются у Годема. БКБ начинает нарезать сейчас Муфаса. Мантиса не получилось. Всех пощупал, но никого толком таки не пощупал. А Бейн-то слег. Бейн-то слег. Проблемы сейчас у Экстра. Экстра здесь, скорее всего, далеко не уйдет. Экстра тоже умирает. Не успел здесь еще и уйти. Абаддон Луа Фер. У него проблемы, но есть ульта. Ну, два раза тебя завалят и все. Все. Больше не отпустят. Ну, опять восполнил свои ХП проблемы. У Мантиса Мантис мог бы здесь отлететь, но лучше не стало. Так, девять секунд до Раваги. Ребята теперь, скорее всего, будут заходить. Поймали здесь еще и Муфасу. У Муфасы нету, это БКБ. У него проблемы. Начинает на мужика драться. Айсволом накрывают. Здесь он, скорее всего, отлетит только в таверну. Так, те же проблемы у ребят Айплей, что и у команды ТиАй. Начинают гулять после того, как только вас разбили или не знаю, как это объяснить. В прошлой игре топор просто на ровном месте подставился без байбека. Сейчас тролль подставился без байбека. Ломается мидл. Джекерс идет вверх. Немножко подпушивать. Упадет здесь и мидл, и топ параллельно. Да, есть ТП, но день на дворе. И, соответственно, две стороны будут проигрывать. В прошлый раз, по-моему, то же самое было. Очень быстро снесли две стороны. И очень долго заходили ребята из команды Team KZ. И все, уходят. Ну, не стали, как в прошлый раз, опять добивать. Ну, Liquid Fire и все, упадет теперь точно. Уходят ребята. Здесь есть Рошан. Можно Рошана забирать. Есть Равага. И дальше также просто идти по третьей стороне. У команды iPlay просто нету от спама. Никакого от спама нету от вашего пуша. Рошан очень быстренько падает. Висит на нем медальонка. Пусть работает Гаши. Да. Минус арморов очень много. Ульта включается от НС. Должны очень быстро сейчас забрать. Турбо стоит на диффенсе. Хороший стан проходит по Муфасе. Муфаса не успевает. Нет, все-таки успел. Он активирует БКБ. Убрали все-таки очень быстро. Опять убрали этого же парня на Бейне. Бейна убрали. Здесь драка разделилась на две части карты. У Муфаса здесь погибает. Проблема у Абадона. Должны они здесь еще цепануть вайпера. Вайпера зацепили. Вайпера никуда не отпустят. Абадон ушел в таверну. ГГ. ГГ-5. Тим Ки-Зет будет представлять Казахстан на WCG. Центральную Азию. Вот и все. Вот и все. Закончились отборочные игры Центральной Азии на World Electronics Sports Gaming. Клиент устарел. Пожалуйста, перезагрузите Доту. Хорошо. Мы завершаем сегодняшний эфир. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что болели вместе с нами за казахстанские коллективы. Но нам пора домой. Пора спать. Скоро. Завтра, наверное. Как только игры будут, все игры мы будем стараться комментировать. Теперь следите за новостями. Следите за обновлениями на нашем канале ВКонтакте. Все. Всем до скорого. Всем спасибо. Пока.